МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Добрый вечер! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Добрый вечер! Отмечу, что еще до начала эфира к нам поступило более 350 вопросов от жителей республики. Их обрабатывает Центр управления регионом Якутии. Ну а наш колл-центр готов и дальше принимать обращения граждан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Асей Сергеевич, завтра республика празднует День государственности Якутии. Именно завтра вы вступаете в должность Илдарханова. Делитесь своими чувствами, не волнуйтесь. Безусловно, завтра большой праздник, праздник нашей республики, День государственности. Мы сейчас, наверное, только его начинаем переосмысливать, понимать глубокий смысл этого праздника. Это же праздник в Новой Якутии, в Новой России. Мы вот сегодня с утра ездили на родину Михаила Николаева, нашего первого президента, где вспоминали тот период, 90-й год, когда принималась декларация о государственном суверенитете, 12-м созвумом Верховного Совета ЕССР. И как много было тогда баталий, много разных предложений. Но самое главное, что звучало, то, что как раз в Новой России, Новая Якутия, может как раз использовать весь свой потенциал, и человеческий, и экономический, и природный, для того, чтобы людям в нашей Якутии жилось лучше. И вот это красное нитью, наверное, прошло через всю историю уже в Новой Якутии. Мы, безусловно, будем продолжать эту политику. Для меня в центре моего внимания был, есть и будет оставаться человек. Житель Якутии, его вопросы, его благополучие, его развитие, для того, чтобы здесь, в Якутии, людей у нас становилось больше, жили они лучше. И вот это главная задача. А то, что волнуюсь ли я, ну, конечно же, я волнуюсь. Это огромная ответственность, поверьте мне. Я ее очень хорошо ощущал все эти годы и понимаю, что и дальше эта ответственность всегда будет со мной. Асян Сергеевич, в эту непростую пятилетку Якутия по многим показателям демонстрировала прорывные достижения, била рекорды в экономике, в инвестициях, в нацпроектах. Сможем ли удержать темп? Безусловно, темп, который мы набрали за последние пять лет, он просто реально поражает воображение. Мы, когда начинали все это вот в 2018 году, многие, знаете, и не верили, что мы сможем даже вот у меня в команде этих цифр достичь. Но сегодня реально мы одни из лидеров России по промышленному росту. Вот сейчас обновленные все цифры Росстат дал, и мы первые на Дальнем Востоке по прошлому году по промышленному росту, шестые в стране, выдающиеся показатели по сравнению с 2021 годом, одним из самых тоже успешных для нашей республики. Всего у нас промышленный рост, если сравнивать вот с начала моей деятельности, с 2018 годом, так, то у нас почти на 50%. Валовый региональный продукт у нас тоже вырос в два раза, было 900 с лишним миллиардов, сейчас уже за 2 триллиона. Мы последние 4 года вот подряд, правильно сказали, обновляем исторические рекорды подобычи угля, нефти, газа, золота. Мы больше всех добываем в мире алмазов. И, конечно, самое главное, это позволяет нам уже улучшать жизни людей, развивать нашу республику. Вот до 2023 года у нас было построено 274 крупных социальных объектов. Это тоже вот, если по пятиляткам смотреть, рекордные показатели. И причем посмотрите, какие объекты у нас появились, какие, вот сейчас только мы посмотрели, какие замечательные школы, дворцы культуры, физкультурные комплексы, больничные комплексы. Это то, о чем мы еще недавно и не мечтали. Как преображаются наши дома, жилье, как преображаются вот города, села. Я за последние вот три месяца объездил в 31 район. В четыре наших арктических не смог попасть, но обязательно доеду, обязательно мы встретимся там с людьми. Но вот в тех районах, где я побывал, я везде вижу, что за эти пять лет есть очень существенные изменения, изменения к лучшему. И, конечно же, вот у многих тревожит. Время сейчас непростое, удерживаем ли эти темпы, не снизимся ли. Вы знаете, надо ставить перед собой еще более большие задачи, и тогда у нас все получится. Вот я в этом уверен. Мы идем очень четко по нашей выверенной линии. У нас есть прекрасное сегодня уже заделы на будущее. У нас растущая экономика. Это же как, это вот, знаете, экономика, как такой, знаете, пояс. И если вот так его разогнать, так, то остановить его очень трудно. Так, а мы только идем, идем вперед. Поэтому, вот если мы еще решим вопросы, связанные с энергетической системой республики, с транспортной системой, с каркасом вот этим новым, обновленным, который мы сейчас хотим создать, то, безусловно, у нашей экономики будет еще больше потенциал для роста, а значит, еще будет больше потенциал для роста качества жизни людей. Люди здесь будут жить еще лучше, нас будет становиться больше. Поэтому я уверен, что мы прошли, на самом деле, далеко не простое время, если так вспомнить, да, ну, за эти пять лет, если так посмотреть, же у нас путь далеко этот не услан розами, да, у нас и ковид, у нас и лесные пожары, наводнения, у нас вот эти безумные западные санкции, у нас начало специальной военной операции. Если так подумать, то для пятилетки так негатива-то хватало. Но мы это преодолели, видите, мы растем, поэтому вместе только вперед. Анастасия Сергеевич, ну вот сейчас вы озвучили много цифр, которые говорят о достижениях Якутии, но главная цифра нас теперь миллион. Результаты в демографии были отдельно отмечены во время вашей встречи с президентом России Владимиром Путиным. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, что делается в поддержку многодетной семьи. В большой семье Пестряковых готовят много и часто. Мама Людмила Петровна каждый день пробует новые рецепты и заодно раскрывает секреты кулинарии своим дочерям и внучкам. На ее кухне место найдется каждому, ведь накрыть стол на такую большую семью – задача не из простых. Кухня – это отличное место, чтобы провести время вместе с детьми. Этому правилу четко следует семья Пестряковых. В процессе готовки маленькие и взрослые хозяйки объединяются за общим делом и экспериментируют в приготовлении новых блюд. За годы совместной жизни у Пестряковых родились семь дочерей. Старшие Любовь и Марианна уже вышли замуж и сами стали мамами. А младшей дочери всего 9 лет. Я люблю помогать маме готовить. Мы готовим блины, баху, каладжи, пирожки. Пестряковы вместе отдыхают и отмечают праздники. Но происходит это не каждый день. Поэтому минуты, когда семейство собирается вместе за вечерним застольем или просмотром фотоальбомов, по-настоящему бесценны. Но когда у тебя дети, внуки, все они на одной волне, да все мы. Это весело, хорошо. В этом году исполнилось ровно 30 лет, как Людмила и Петр Пестряковы создали свою семью. За все эти годы они не раз принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях, за что получили множество наград и почетных грамот. Им в доме отвели отдельное место. Наш уголок на втором этаже. Все же самым главным достижением семьи стал Орден Родительская Слава. Его пестряковы получили в прошлом году. С этим событием супругов лично по видеосвязи поздравил президент России Владимир Путин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Этот волнительный момент семья Пестряковых запомнит на всю жизнь. Я рассказывал про свою семью и, конечно, его пригласил на наш национальный праздник ИСЭХ. Владимир Владимирович, конечно, сильный человек, очень сильный. Чувствуется даже через экран. А это семья Мапуловых. Семена Айталина вместе вот уже 9 лет. Воспитывают троих детей. Благодаря оформленному региональному и федеральному материнскому капиталу они смогли выгодно приобрести квартиру в ипотеку. И сейчас готовятся к переезду. Нагрузка на нашу семью в связи с этой ипотекой будет, я бы не сказал, что какая-то такая критичная. Она будет нормальная. Зато мы будем жить в своем собственном доме, в своей собственной квартире. Мы благодарны правительству республики, главе республики Асин Сергеевичу Николаеву, который поддерживает многодетные семьи. Благодаря таким семьям Якутия продолжает сохранять высокий уровень рождаемости и является первой по этому показателю на Дальнем Востоке. В этом году в республике произошло долгожданное событие. Родился миллионный житель. Для семей создаются все условия. Реализуются такие меры поддержки, как материнский капитал семья, целевой капитал дети столетия. В том числе наращиваются меры поддержки по обеспечению жильем. У нас миллион! Сашка! Асин Сергеевич, ведь Якутия во второй раз достигла этой цифры в миллион жителей. Первый раз был в 1985 году, но потом численность стала снижаться. Вот не упадем ли снова? И как планируется закрепить этот результат, ну и двигаться, конечно же, еще дальше? Безусловно, то, что мы смогли достичь этой цифры в миллион жителей Якутии, это огромное достижение всей республики. Это, наверное, самое большое наше достижение за многие последние годы. В 1985 году, вы правильно говорите, тогда еще в ЯССР миллионы жителей появился. Кстати, мы уже его нашли. Он сейчас работает в речном транспорте, капитан теплохода. Валдай. Да, Валдай водит. И, конечно же, очень мы рады, что у него жизнь сложилась счастливо. Уверен, что у Саины Ануфревой, вот миллионной жительницы Якутии, которая этим летом родилась, канун нашего национального праздника, с Ахтуемады, конечно, тоже будет счастливая судьба. Мы продолжаем расти. Вот по последним отчетным данным, которые я видел на август месяц, у нас уже миллион полторы тысячи. Это говорит о том, что вот этот процесс увеличения численности жителей Якутии идет. Идет он во многом благодаря тому, что вот как раз сейчас и в репортаже про это говорили, у нас очень широкий комплекс мер и федеральных, благодаря президенту нашей страны, реализуется в целом по стране. И у нас, Якутия, мы, конечно, приняли ряд своих дополнительных региональных мер, направленных на поддержку материнства, детства, семей. Мы недавно вот цифры смотрели, я их уже озвучивал. Еще раз повторюсь, в 2018 году немногим более 3,5 миллиардов рублей направлялось вот на эти цели, на эту поддержку по этим направлениям. Сейчас эта цифра уже почти 26 миллиардов. То есть за несколько лет, считайте, мы в 8 раз увеличили это финансирование. Благодаря, в первую очередь, решениям президента страны, ну и тем решениям, которые мы приняли. Но мы не останавливаемся на этом, мы считаем, что и надо и дальше стимулировать рождаемость, дальше надо поддерживать, и поддерживать надо в том числе и многодетные семьи. У нас, кстати говоря, четверть многодетных семей, даже более четверти многодетных семей Дальнего Востока живет у нас в Якутии. Это говорит о том, что у нас вот процент многодетности выше, чем в других субъектах Дальнего Востока. И, конечно же, мы вот сейчас приняли решение, и со следующего года увеличиваем в два раза вот этот материнский региональный капитал на третьего и последующих детей было 150, сейчас стоит 300. Мы в том числе будем поддерживать тех, кто вступает в первый раз в брак, молодые семьи, 50 тысяч рублей будет материальная помощь оказываться. Конечно, будем сейчас смотреть и дальше меры по поддержке в части вот как раз обустройства, жилищных разных решений вопросов. Здесь со стороны государства последние годы много делается, в том числе вот Дальневосточная ипотека, тоже уникальный проект. Я сам докладывал его президенту как раз по просьбе всех наших Дальневосточных губернаторов, и президент тогда, помните, в 2019 году поддержал, и это решение сейчас, несмотря на то, что ставка Центральная банка тут снижается, то, к сожалению, резко возрастает, но вот 2% ипотека Дальневосточная, она остается неизменной. И очень надеюсь, что и будет и дальше работать, и большое количество молодых семей смогут этим воспользоваться. У нас, кстати говоря, очень большое количество семей воспользовалось этим, и мы одни из лидеров Дальнего Востока как раз по использованию Дальневосточной ипотеки. Конечно, мы понимаем, что сейчас, к сожалению, рождаемость в стране падает, и у нас она, к сожалению, не растет, но она у нас все-таки снижается медленнее, чем в других регионах страны, и мы очень надеемся, что все-таки скоро вот эта положительная у нас динамика определенным образом появится. Ну и, конечно, мы сейчас для того, чтобы люди у нас жили дольше, конечно, тоже принимаем очень серьезные меры по усилению нашего здравоохранения, но это уже отдельный вопрос. А в целом, еще раз говорю, что политика, направленная на поддержку семьи, материнства, детства, она у нас всегда в республике была приоритетом, и она будет ее оставаться. Айсен Сергеевич, с 8 по 10 сентября у нас в республике прошли многоуровневые выборы. Выбирали Илдархана республики, выбирали депутатов Элтумен республики, 85 выборов муниципального уровня, в том числе выборы депутатов Якутской городской думы и выборы 9 глав муниципальных районов республики, а также главы поселений, более 500 депутатов представительных органов районов и поселений. Как вы оцениваете результаты? Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех якутян, которые приняли участие в выборах, пришли и проголосовали. Это очень важно, прийти и выразить свое отношение к тому курсу, к которому будет идти республика, тот или иной район, тот или иной поселок, город. И от именно гражданской активности населения зависит результат последующей работы избранных депутатов и глав. С этой точки зрения гражданская активность нашего населения всегда одна из самых высоких на Дальнем Востоке и по стране. И последние несколько лет у нас в районе 50% явка точно всегда бывает. Где-то больше, где-то меньше, но в целом 50% по республике это тот показатель, который у нас сохраняется. Это, еще раз скажу, достаточно высокий показатель для сегодняшних выборов, которые у нас в стране проходят. Второе. Конечно же, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто выборами занимался, выборы организовывал. Выборы прошли честно. Конечно, в пылу борьбы разные допускаются, там всякие высказывания, может быть, эмоции перехлестывают через край. Я сам вот здесь, в вашем зале, принимал участие в трех дебатах. И не могу сказать, что там все было у нас так корректно, да, по высказываниям шли разные. Но вместе с тем, еще раз говорю, нарушение именно выборов, нарушение в порядок валий заявления граждан не зафиксировано. Серьезных, жалоб больших, серьезных, которые могли бы повлиять на результат выборов, начиная вот от самого маленького наслега, заканчивая всей республикой, не зафиксировано. И это говорит о том, что выборы были организованы правильно. Поэтому здесь большая работа, конечно, и центральной избирательной комиссии, всех наших территориальных избирательных комиссий участковых, и большая работа в целом всего общества, и зрелость политических партий в том числе. Ну и, в-третьих, конечно, результаты, которые показали эти выборы, они показали, что население республики нуждается, знаете, в единстве, нуждается в том, чтобы мы сплотились, чтобы все-таки была сила, которая способна вести республику вперед в русле нашей общей российской политики, и проголосовали за партию, которая способна решать эти вопросы, за партию «Единая Россия». Никогда «Единая Россия» на выборах в государственное собрание, в муниципальные районы не набиралось столько, сколько сейчас. Это огромный кредит доверия, и я уверен, что партия с задачами, которые перед ними наше население поставило, справится. И уверен, что тот созыв государственного собрания «Элтума», который уже начал свою работу, первая сессия завершилась, она тоже будет работать именно исключительно, исходя не из каких-то там узкополитических задач, а именно для решения общих задач, которые стоят перед республикой и перед ее народом. Асен Сергеевич, ну вот сейчас по Конституции Якутии предстоит отставка правительства. Какие изменения планируются в вашей команде, и какие новые задачи поставить перед ней? После вступления главы республики в должность по Конституции республики Саха-Якутия правительство уходит в отставку. Это у нас произойдет 28 сентября. Я хотел бы поблагодарить правительство республики Саха-Якутия, ее руководство, министров, руководителей ведомства за ту большую работу в крайне непростых условиях, которая была проделана за эти годы. Были решены многие задачи социально-экономического развития, многие достижения, о которых мы сейчас уже поговорили, о которых еще будем сейчас говорить, это во многом результат работы команды правительства. Вместе с тем время диктует новые задачи, появляются новые вызовы, есть понимание того, какие задачи нужно решать еще более эффективнее, быстрее, где нужно с этим учить большие силы. И с этой точки зрения, конечно, обновление будет, и оно будет достаточно серьезным. И в руководстве правительства, и среди руководителей министерств и ведомств. Ждать осталось недолго. По Конституции, вот после того, как правительство уходит в отставку, я должен в течение двух недель внести кандидатуры на пост председателя правительства, заместителя председателя правительства и ряда министров на утверждение государственное собрание. И государственное собрание должно в течение двух недель его рассмотреть. Мое представление. Но надеюсь, что это произойдет быстрее. Ну и в целом, все правительство будет сформировано в достаточно короткие сроки для того, чтобы вот сейчас в этот период, когда у нас и бюджетный процесс идет, и мы готовимся уже к следующему году, входим в этот уже в отопительный сезон, завершаем ряд строек, очень крупных, серьезных. Разрыв между уходом правительства в отставку и уже появлением нового, обновленного правительства должен быть минимальным. Айсен Сергеевич, в этом году вся Якутия, да что там Якутия, вся страна, можно сказать, даже весь мир с замиранием сердца следили за танковым боем экипажа Алеши. Сейчас у нас сразу три героя, отмеченных за подвиги на СВО. Мы, безусловно, гордимся всеми, кто сейчас находится на передовой. Для нас они все герои. Ребята нам отправили видео. Давайте посмотрим и попросили задать вопрос. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляем вас с избранием главой республики Сахарикуте. Мы тоже голосовали за вас и надеюсь с вами, с вашей помощью победа будет за нами. Айсен Сергеевич, также ребята попросили задать вопрос. Недавно поступила новая партия дронов из Якутии. Будут ли еще их подставки? Во-первых, конечно же, я от всей души хотел бы поблагодарить наших ребят, которые сегодня воюют за нашу страну в зоне специальной военной операции. Пожелать им здоровья и главное, чтобы побыстрее живые, здоровые с победой возвращались домой. Я, как и все якутяне, горжусь ими. Я многих из них лично знаю, многие со мной в переписках. И хочу еще раз поблагодарить их за тот подвиг, который они каждодневно делают. Это на самом деле тяжелейшее испытание для тех людей, которые вчера еще даже и не думали, что пойдут воевать, но Родина позвала и они пошли и делают свое дело героически. Вот те же наши танкисты и Алисея Неустроев, и Филипп Евсеев. Это вот как раз пример мужества простых якутских парней, которые пошли на войну и совершили тот подвиг, которым восхищается весь мир. Мы достаточно серьезную сейчас систему создали по снабжению наших ребят. Она признана одной из лучших в стране. Я здесь всех деталей раскрывать не буду, но поверьте мне, и руководство многих военных частей и более того, и руководители различных наших ведомств крупных российских, федеральных считают, что это на самом деле одна из таких лучших региональных практик, когда мы такую глубокую систему подготовки уже здесь запасов, направления их туда на передовую, доставку до тех частей, которые в этой помощи нуждаются, организовали, и она у нас работает бесперебойно. Конечно же, мы будем продолжать поставки дронов, квадроциклов, другой техники, которая нашим бойцам нужна. До конца года такие поставки высокотехнологичного оборудования обязательно будут. Что касается дронов, мне ребята тоже и наши земляки выходят, сообщают. Более того, в постоянном контакте мы находимся с руководством ряда армий, и по нашей просьбе те дроны, которые последняя партия мы поставили, FPV дронов, она была испытана специальными подразделениями, и на днях я получил заключение одного из руководителей как раз частей, занимающихся БПЛА, одной из армий, которые находятся на передовой, где было написано, что благодаря именно нашим якутским дронам уничтожено несколько опорных пунктов противника, уничтожена боевая техника, в том числе вот эти радиолокационные станции, минометные батареи, пулеметные гнезда противника, уничтожено несколько десятков врагов. ну и было высказано пожелание, чтобы мы еще поставки этой техники мы дальше делали, были отмечены положительные стороны наших дронов, чем они отличаются от таких обычных, ну и конечно же были высказаны пожелания, что нужно еще сделать, чтобы они становились еще опаснее, грознее для наших врагов. Поэтому эту работу мы в Якутии будем продолжать и только усиливать. Александр Сергеевич, ну на прямую линию уже поступают вопросы с разных уголков республики и прямо сейчас на проводе первый звонок. Алло, слушаем, вас говорите, представьтесь, откуда вы звоните. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я с Алданского района, город Алдан. Хочу задать вопрос. Уважаемый Александр Сергеевич, мы вот с нетерпением ждем нашего брата с передовой и по возвращению спецоперации он хочет получить профессию айтишника. Куда можно для этого обратиться? Спасибо за вопрос. Во-первых, у нас в целом по стране и у нас в республике мы особое внимание уделяем приоритетному устройству вот ребят, которые с СССР возвращаются на ту работу, которую люди хотят получить, в том числе и через оказание услуг по переподготовке. Многие хотят устроиться в промышленность, мы помогаем им переподготовку пройти в различных наших СУЗах по линии эскаваторщиками становятся, машинистами, сварщиками и потом направляем их в наши крупные промышленные компании. Есть те, кто хочет поступать и продолжать обучение в ВУЗах, мы там тоже помогаем. Есть желающие, например, получить новую профессию, например, как вы сказали, айтишников. Здесь тоже у нас как раз через фонд защитники отечества, который сейчас у нас филиал в республике уже работает, это федеральный фонд, помощь оказывается. Ну и, конечно же, мы здесь тоже подключаемся через управление соцзащиты нашей, которое во всех УЛУСах есть, они каждого берут на контроль, кто обращается и помогают получить то или иное образование. Что касается по айти-линии, здесь у нас сейчас колледж связи, он у нас уже стал как бы именно колледжем, который готовит айтишников. Здесь, кстати говоря, очень хорошие позитивные результаты есть, конкурс вырос просто неимоверно, в этом году, по-моему, порядка 10 человек на место, вместе с тем, как раз есть целые отделы, скажем так, направления, которые связаны с подготовкой и по беспилотным летательным аппаратам, есть те, которые направлены чисто по айти-направлениям, вот это одно, есть у нас такое учебное заведение, ну и второе, у нас уже с октября начнет работу здесь наш совместный проект со СБЕРом, это школа 21, многие, наверное, видели, недавно, когда президент страны посещал Великий Новгород, ему как раз там Герман Греф презентовал ту школу 21, которую они открыли в Новгороде, вот такая же здесь у нас будет открыта в Якутске, она уже практически готова, сейчас идет там наладка оборудования различного, компьютерного, и первые, скажем так, обучающиеся туда уже набираются, заявок очень много, ну а потом уже будет обучение вот как раз по семестрам, и это будет система, самое главное, она будет постоянно работать, несколько сот, не только детей, но и взрослых могут там обучаться, самое главное, обучение абсолютно бесплатное, вот это такая очень хорошая новаторская идея Германовича Грефа, она вот уже в нескольких крупных городах заработала, и мы очень рады, что здесь, на Дальнем Востоке, первыми мы открываем здесь ее в Якутске, ну и уверен, что вот и парень, брат телезрителя из Алдана, если захочет там обучаться, мы, конечно, мы ему поможем. Спасибо, Асен Сергеевич, ну а мы выходим на связь с нашим колл-центром, куда поступают все звонки, там работает наш корреспондент Любовь Васильева, Любовь, здравствуйте, вам слово. Спасибо, добрый вечер, на данный момент в колл-центр напомню, номер прямой линии 320111, код города 412. Это многоканальный телефон с четырьмя станциями, поэтому мы одновременно можем принимать до 30 звонков. Если ваш звонок был 31, система его сбросит, и вам необходимо перезвонить повторно. Кроме того, вопросы можно отправить и по WhatsApp номеру 8 914 279 22 61. Вопросы принимаются на двух языках, на русском и якутском. По данным Центра управления регионом, большинство вопросов поступило через Телеграм-бот и сайт Столетия Республики. Жители задают свои вопросы из разных уголков республики, в том числе и из арктических районов. Самыми активными на сегодняшний день являются жители Якутска, Нерюнгринского, Мирнинского, Тампонского районов. Наибольшее количество вопросов от жителей поступило по темам. Дороги и транспорт, сроки и порядок расселения аварийного жилья, социальная поддержка населения. Студия, мы продолжаем свою работу. Спасибо большое, Любовь. Совсем скоро мы начнем принимать телефонные звонки. Айсен Сергеевич, темпы строительства мостов за последние годы впечатляют и радуют. Ведь проблемы транспортной доступности в многих населенных пунктах решаются сейчас. И наши корреспонденты в своем материале рассказали о том, сколько мостов и где построено. Давайте посмотрим видеоматериал. Один за другим большегрузы смело проезжают по новому мосту в Тампонском районе. Его открытие стало ключевым событием для всех жителей отдаленных сел. Сооружение способно выдержать до 140 тонн. Все материалы качественны, а сама конструкция надежная. Этот объект очень важен для повышения транспортной доступности. У нас сейчас дорога постоянно будет открыта и только вперед будем ехать. Нигде задерживаться не будем и спокойно будем ездить, зная, что у нас впереди не будет препятствий. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» республика вышла на рекордные темпы их строительства. Яркий пример. В Устьмайском районе, несмотря на сложный горный ландшафт, удалось раньше срока ввести новый мост в рамках нацпроекта. Он был крайне необходим, ведь старый деревянный не раз обрушивался и представлял опасность для жителей. Не на машине, а пешком. Груз перегружали с того берега, носили вот там по этому мосту, доставляли то есть продукты питания, топливо, прокладывали там трубы через этот мост. То есть, ну, радость, я хочу сказать, что просто не передать словами. За пять лет заасфальтировано две с половиной тысячи километров автотрассы, построено 49 мостовых переходов. Новые транспортные артерии связывают десятки населенных пунктов с большой землей. Важнейшей задачей на этом направлении является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска. Мы давно об этом говорим. Эти слова президента страны поистине воодушевляют. Самое главное событие для всех якутян возведение Ленского моста фактически переходит от обсуждений к практической реализации. Теперь, когда проект прошел главгосэкспертизу, строительство включили в пятилетний план дорожной деятельности страны. Ленский мост соединит три федеральные и пять региональных автомобильных трасс, что сделает его крупнейшей транспортной артерией, способной дать свежий импульс развитию экономики Якутии. Второй по величине мост будет возведен в регионе через реку Алдан. Определить конкретные сроки масштабной стройки поручил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. Усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии. Обеспечат круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях. Дороги и мосты – приоритетные задачи для Якутии, поэтому темпы по их строительству сбавлять не будут. Уже в ближайшие годы планируется капитальный ремонт 900 километров дорог и открытие еще 50 мостов. А пока строители готовятся ввести первый юбилейный мост через реку Нюя. Уже готовы опоры, пролеты, перильные ограждения. Длина самого перехода составляет 183 метра, а общая протяженность подъездными путями – более километра. Это будет 50-й мост, построенный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Именно он обеспечит круглогодичную транспортную доступность арктических районов республики. Айсен Сергеевич, у нас есть видеообращение от строителей моста через реку Нюя. Давайте посмотрим. Наша бригада здесь работает от всего строительства. Это будет 50-й мост в республике. Мы очень рады поручению президента на строительстве Нюя. Этот вопрос действительно волнует многих. Спасибо нашим мостостроителям. Конечно же, мы надеемся, что мост через Нюю в этом году будет уже завершен. Там, конечно, были ряд таких технологических вопросов, но очень надеюсь, что дорожники все-таки все проблемы решат. И этот мост, еще раз говорю, юбилейный мост как раз будет ровно 50 мостов за 5 лет. До конца года будет введен. И мы уже сможем дальше двинуться, входить в новую пятилетку, где мы тоже должны построить 50 мостов. Но в том числе вот крупнейший из них, крупнейший вообще в стране мост это мост через Лену. Огромная работа проведена. Здесь, конечно, все перипетия, в основном, они и в открытом доступе были так. Такая серьезнейшая работа была проведена, и президент, я считаю, 5 сентября поставил окончательную точку по вообще вопросу строить мост или не строить. Мост, безусловно, будет построен. Уже вот сразу после заявления президента, через некоторое время окончательная глава госэкспертиза выдала заключение по самому мосту и по левой части то есть самые-таки основные подходы к Ленскому мосту. И мы сейчас понимаем, что в ценах конца 22-го года мост 130 миллиардов рублей. Это та цифра, на которую нас ориентировал вице-премьер страны Мараш Хизянович Хустулин, когда ставил задачу как раз оптимизировать подходы к строительству моста. Она выполнена. Об этом Мараш Хизянович недавно тоже на нашем штабе оригинальном всероссийском сказал. Сейчас мы уже будем подаваться на начало строительства, на разрешение за строительством. Очень надеемся, что в ближайшие месяцы оно будет получено и уже следующий год, 2024 год, начнется уже такое реальное строительство уже непосредственно самого мостового перехода и подъездов к нему. Сейчас мы за эти годы конечно огромный объем работы провели по подготовительным мероприятиям, по переносу сетей, по подготовке земельных участков, то есть тоже не стояли на месте. И сейчас мы в принципе уже на той стадии, когда стройка может быть развернута и начаться в кратчайшие сроки. Поэтому сроки все обозначены, средства в федеральном бюджете уже появились. Есть конечно у нас вопросы все равно с Министерством финансов по достаточности этих средств, но уверен, что по ходу строительства те или иные вопросы, которые будут возникать, будут решаться и мост Ленский, крайне важный не только Якутии, но и всему северо-востоку страны, как президент в своем выступлении 5 сентября говорил, будет построен и конечно же это будут очень огромнейшие события в целом для развития нашей республики. Александр Сергеевич, вопросы продолжают поступать, сообщают, что есть звонок, примем его, алло, здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня слышно? Слышно, говорите. Хотел бы задать вопрос, Александр Сергеевич, я вот проживаю по адресу Кузьмина, 28, дом признан аварийным, и хотелось бы узнать, ну, нас скоро переселят, и не будет ли долгостроя, и ведут ли наш дом, который строится вовремя? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. По городу Якутску мы программу по расселению аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, заканчиваем этим годом. То есть мы на год раньше практически по якутскому задачу выполняем. И вот там на самом деле не так много домов осталось, я их почти все и помню. Кузьмина, 28, они должны переехать, если не ошибаюсь, дом, который там же на Кузьмина строится. Поэтому как раз наверное телезритель спрашивает, не будет ли там долгостроя. Долгостроя там не будет. Мы на самом деле этот дом вообще должны были в таком благоприятном режиме ввести в прошлом году, но в связи с различными обстоятельствами, связанными с тех прессом, перенести на этот год. Поэтому в этом году дом будет введен, я не сомневаюсь, и жители этого дома аварийного переедут. Но перед нами сейчас стоит более еще глобальная задача. Вы же слышали, когда президент озвучил решение свое по расселению всего аварийного жилья, признанного таким на 1 сентября 23-го года по городу Якутску. Это вот было наше пожелание. Я с президентом когда встречался крайний раз в мае, просил его об этом, поддержать нас. Ну, честно говоря, вот не ожидал, что такой результат будет, но реально президент нас очень серьезно поддержал. Это точное такое решение именно для города Якутска и Магадана, как он сказал, по примеру нескольких других городов, которые в России, по России принималось решение. И, конечно, здесь у нас объем аварийного жилья большой, свыше 550 тысяч квадратных метров по нашим оценкам такого жилья. И, конечно же, считайте, что вот это решение этого вопроса полностью, еще раз говорю, полностью решит проблему по аварийному жилью по городу Якутску. И огромный объем работы здесь предстоит в ближайшие пять лет, конечно же, и для правительства республики, ну и, конечно, в первую очередь для администрации города Якутска, потому что там очень много вопросов связанных как раз с оперативной работой городских служб. И очень надеюсь, что у нас все получится для того, чтобы мы проблему, которая волнует десятки тысяч жителей столицы нашей республики, вот в ближайшие годы решили. О масштабах работы по переселению из ветхого аварийного жилья мы подготовили видеоматериал. Давайте посмотрим, что сделано в этом направлении. Черновой, пока, говоря, будет доделано. Тут будут рисунки, тоже буду рисовать. Мария Васильевна с каждым днем добавляет все новые интерьерные решения. Идей много, говорит хозяйка квартиры. Раньше вместе с супругом и тремя детьми они ютились в двух комнатах в деревянном доме по улице Свердлова. Жить в нем было опасно. В любую минуту мог рухнуть потолок. Но в дело вмешалась программа по переселению из аварийного жилья. Семья получила квартиру в новом микрорайоне «Звездный». Хорошо помню. 12 апреля, день космонавтики. И вручили, сказали, что вам дают 92 квадрата. Ну, не ровно, но чуть больше, короче, получается. И мы сразу же поехали всей семьей сюда смотреть квартиры. Ну, первое впечатление, конечно, было хорошее. Дома красивые, но и к балкону есть аж три балкона, считай, четыре комнаты, каждого своя комната. Тем временем, комплексная застройка микрорайона «Звездный» продолжается. Здесь возведут 66 многоквартирных домов для 11 тысяч жителей. Более 60% квартир передадут жильцам из аварийного фонда. В микрорайоне уже приступили к строительству необходимой социальной инфраструктуры. Полностью расселить граждан из аварийного жилья в столице Якутии необходимо к 2030 году. Такую задачу поставил президент России на совещании по развитию дальневосточных городов, на котором рассматривался мастер-план города. В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда. Об этом тоже сейчас только что говорили. В этих городах по аналогии с решениями принятыми по Чите и Улан-Удэ прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года. Это больше 1100 многоквартирных домов, где живут 42 тысячи человек. Несмотря на масштаб задачи, уверенность в ее достижении есть. Расселение ведется в рамках стратегического указа развития Якутска, подписанного главой Якутии. Благодаря личному контролю Айсена Николаева расселение и предоставление нового благоустроенного жилья в столице региона идет нарастающим темпом. Радует то, что пошло строительство, пошел снос. Радует то, что пообещал школа со школами разобраться, потому что на квартале школа очень нужна. Этим летом первую сваю 12-этажного дома установили на территории 17-го квартала. Это дало старт застройки нового микрорайона. В будущем микрорайоне спортивный, название которого говорит за себя, появятся не только спортплощадки, но и многофункциональный физкультурный центр. Обветшалые деревянные дома заменят новостройки и зеленые дворы. Планируется, что микрорайон обеспечит современным жильем около 14 тысяч якутиан. Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда в Якутии при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда» самая масштабная среди регионов России. Всего с 2019 по 2025 год запланировано переселить больше 60 тысяч человек. За время действия программы в республике уже построено 186 многоквартирных жилых домов, включая арктические районы. Новые квартиры уже получили почти 28 тысяч якутиан. Айсен Сергеевич, действительно проделана очень большая работа по республике. Мы знаем, что даже в самых отдаленных населенных пунктах нашей республики строится новое жилье. По городу Якутску очень хорошая новость. А какие конкретные планы вы ставите на будущее по всей республике? Конечно же, главная задача, которая будет стоять перед правительством, перед Министерством строительства и муниципалитетами, это успешно завершить вот эту программу расселения из аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. У нас сейчас половина людей уже переехала в новое жилье, но половина еще не переехала. Большая часть вот в этом году будет переезжать, но и в 2024-2025 годы должны работать ударно для того, чтобы реализовать эту задачу. Там вопросы и по финансам, там по земле, по стройке. У нас, я сейчас наблюдаю такую тенденцию, что реально строителей реально не хватает. Мы в кои-то веки видим, что все загружено, все забито, и заводы работают на полную мощность по строим материалам, и строительные компании все реально полностью задействованы в ходе этих работ. вместе с тем, темпы надо еще больше наращивать. И здесь, конечно, правительству надо работать и над повышением производительности труда, над выявлением новых технологий, по строительству новых заводов, если есть такая необходимость. Мы сейчас, конечно же, должны обратить внимание на реализацию программы в наших других городах, Ленск, Алдан, в наших населенных пунктах по всей республике, в том числе в арктической зоне. Ведь не секрет, что в Арктике после развала Советского Союза жильем на квартирное вообще не строилось. И вот только сейчас, благодаря этой программе президентской, такие дома мы начали строить. И, конечно, есть много вопросов там и по рабочей силе, опять же, по созданию там какой-то индустрии строительных материалов, по перевозкам, по расходам, которые несут компании. Но эти все вопросы надо решать. Потому что, еще раз говорю, нет более важной задачи для муниципалитета в первую очередь, чем переселить людей из аварийного жилья. Я сам руководил крупнейшим муниципалитетом нашим. Я прекрасно знаю отношение людей к этому вопросу. И состояние людей, которые многие, к сожалению, десятилетия порой живут в таких страшных условиях. И, конечно, когда я вижу, как некоторые муниципалитеты там, знаете, просто сидят и говорят, да, это, типа, не наша задача, там, вот, разбирайтесь там со строителями, разбирайтесь там с министерствами. На самом деле, это полностью по закону ответственность местного самоуправления. Другой вопрос, что благодаря президенту сейчас и федеральный центр, и вот мы из бюджета республики выделяем колоссальные средства, чтобы помочь муниципалитетам вот эту задачу решить. Ну и, конечно, мы будем контролировать и требовать, чтобы и работы проводились вовремя, и работы были качественные. Вот бич реализации этой программы вот старых лет, то, что дома строились, а качество было низкое. И вот сейчас, конечно, это уже не должно повторяться. Мы за этим достаточно жестко смотрим. Ну и здесь нам очень помогают наши федеральные надзорные органы, в первую очередь прокуратура республики, которая очень правильно делает, что буквально вот каждый нацпроект держит на тоже на ежедневном контроле. Порой я о проблемах тех или иных строителей узнаю, к сожалению, не от министерства строительства, так, а от прокурора республики. И чаще всего бывает так, что прокурор прав. То есть он первым начинает бить на бат о тех или иных проблемах, и мы успеваем среагировать и исправить. Поэтому мы по аварийному жилью намерены работать и дальше. Вот эта программа должна быть завершена точно в срок, качественно. Ну и дальше уже вместе со всей страной мы уверены, мы пойдем дальше по реализации новых программ. Ну и по городу Якутску у нас есть вообще, еще раз говорю, отдельное поручение президента, которое обязательно должно быть исполнено. Хорошо, Айсен Сергеевич, давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Лена Петрова, я из города Якутск. У меня такой вопрос. У меня дети старшеклассники, да, скоро оканчивают школу, и вот хотела бы посоветоваться, или как сказать, какую бы специальность им выбрать, чтобы гарантированно найти работу. Хотелось бы, конечно, что-то современное или, может, что-то промышленное. Спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. Конечно, здесь в первую очередь надо смотреть на самого ребенка, к чему у ребенка душа лежит, чем он хочет заниматься, к чему у него способности, и, исходя из этого, уже делать какой-то выбор той или иной профессии. Я вообще ориентирую наше образование на то, что у каждого, повторяюсь еще, у каждого ребенка в нашей республике должна быть, знаете, индивидуальная траектория развития. Мы к каждому ребенку должны относиться индивидуально. Мы не должны грести всех под одну к ребенку. Каждый ребенок это индивидуум. И вот эта индивидуальность может раскрыться как раз при нашей помощи. Сегодня есть много методик, которые позволяют уже и физические способности ребенка к тому или иному виду даже спорта, к тем или иным видам занятий уже с самого раннего детства определять. и помогать детям раскрывать свои таланты. Мы же, к сожалению, вот в этой части не скажу, что отстаем, но как-то это еще недооцениваем. Я считаю, что наша республика, которая всегда делала ставку на образование, на раскрытие человеческого капитала, должна здесь быть в том числе среди лидеров. И, конечно, здесь работу и министерства образования надо усиливать, в муниципальных образованиях тоже надо постоянно главом держать вопросы образования в поле своего зрения. Так не только с точки зрения строительства новых школ, но и с точки зрения качества образования. Конечно же, и родителям надо об этом тоже думать. И ведь надо же понимать, что какие профессии будут востребованы через 10 лет. Мы всегда, когда о детях говорим, которые только-только в школу идут, должны именно из этого исходить. Ведь если посмотреть, что было 10 лет назад, то ведь многие профессии, которые тогда казались очень такими важными, нужными, сегодня уже постепенно теряют свою необходимость. Более того, я сегодня как раз был на собрании общественности в Николаев-центре в Октемцах, и там выступали наши дети, победители различных олимпиад, которые как раз сейчас в Ленском крае проводили такой, знаете, форум Якутии будущего. И вот как раз о ней выступала девушка из моей родной, кстати говоря, Верхневридской гимназии, и она как раз говорила о том, что в будущем роль искусственного интеллекта будет возрастать, соответственно, будут некоторые профессии исчезать, которые сегодня кажутся очень востребованными. Это наши дети уже нам говорят. А мы, к сожалению, родители об этом как-то так, знаете, мимо ушей. Поэтому здесь надо, конечно, смотреть. Очень много у нас в Якутии сейчас возможностей. Мы, слава Богу, еще раз говорю, мы не депрессивный регион, мы регион активно развивающийся, и не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения творческих индустрий. Мы делаем все, чтобы нашим детям было интересно здесь оставаться, жить и работать. Поэтому выбор большой. Но еще раз повторюсь, для телезрительницы главное понятие вашего ребенка, к чему его душа лежит. Ну и, по крайней мере, даже если его желание не совпадает с вашим, по крайней мере, сегодня не давить. Еще время есть, ребенок сам может вырастет, поменяет свое решение. Но, конечно, надо ребенку тоже помогать. Но ребенка тоже надо уметь слушать. Асен Сергеевич, ну мы все, мы видим, как меняется столица республики, строятся дороги, современные объекты, кварталы, благоустраиваются дворы и общественные пространства. К тому же, президент страны Владимир Путин дал конкретные поручения по развитию Якутска. Предлагаем посмотреть сюжет, как утверждается и уже выполняется мастер-план столицы Якутии. Якутск – самый быстро растущий город Дальнего Востока. С 2010 года численность его населения выросла на 23%. И для его поступательного развития нужны современные решения. Таковым является и мастер-план города, который был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Его глобальная цель сделать Якутск лучшим городом на вечной мерзлоте. Мастер-план призван решить сразу несколько глобальных задач. Первый их блок – это застарелые проблемы города. Это полная ликвидация аварийного жилья и возведение новых микрорайонов, строительство новых школ и детских садов, развитие социальной инфраструктуры, которая должна отвечать росту населения. Ключевым проектом мастер-плана является строительство мостового перехода через реку Лену. Проект важный не только для города, но и для всего Дальнего Востока и Северо-Востока страны. Второй блок задач мастер-плана – экономическое развитие. И здесь ставка делается на несырьевую экономику. В частности, упор на креативную индустрию. Это кино, айти, туризм, ювелирное дело – все, что позволит обеспечить уверенное развитие Якутска как крупного креативного центра Дальнего Востока. Самый масштабный проект в рамках развития креативной экономики столицы – создание по поручению президента Владимира Путина круглогодичного кинопавильона. Он даст возможность более чем в два раза увеличить производство фильмов. Безусловно, за последние пятилетия, благодаря поддержке федерального центра и лично президента страны Владимира Путина, в Якутске многое изменилось в лучшую сторону. Это 16 школ, 14 детских садов, объекты спорта, культуры и медицины. Идет развитие дворовых территорий, появляется новое общественное пространство, реконструируется центр города. И эти изменения замечают и сами жители столицы. Каждый день он меняется, и это очень радует. Много построек, он становится, ну, хоть как-то чище становится. Ну, город так-то изменился, да. Ну, центр у нас получше стал. Считается, что там благосостояние народа лучшее, где дороги хорошие. Но я считаю, что в последние годы делается все к этому знаменателю. Якутск будущего – это комфортный для проживания город с развитой экономикой, жители которого делают открытия, реализуют собственные проекты и развивают местную культуру. Акцент делается на молодежь и образование. Для этого построят межвузовский кампус и учебные корпуса. Созданный мастер-план поможет системно и последовательно развивать город, достигая необходимых экономических показателей и при этом делать его красивым и комфортным для жизни. Но, судя по всему, Якутск ждут колоссальные изменения. А Сын Сергеевич, неужели это все реально? Знаете, я уверен, что мы это все сделаем. Мы к мастер-плану города Якутска начали заход еще до того, как президент объявил такое поручение на Восточном экономическом форуме 2021 года. Это было по всем дальневосточным городам. Мы уже в 2019 году с Ириной Митриевной Алексеевой, главным архитектором тогда нашей республики, обсудили этот вопрос. И я поддержал ее и был проведен, знаете, большой глобальный российский конкурс на выбор сначала команды, проектной команды, которая будет заниматься реализацией проекта, мастер-плана, подготовки. Ну и потом эта команда как бы создавала мастер-план города Якутска. И я сам, как человек, который возглавлял вот это все жюри, на всех этих стадиях участвовал в его обсуждениях. И считаю, что он очень неплохой получился. У нас одно имя тех компаний, которые там в этом консорциуме есть, оно для специалистов звучит очень убедительно. Но одно то, что главные там компании, это институт генплана города Москвы, который вот как раз у нас является основным разработчиком мастер-плана города Якутска. Так, говорит об очень многом для всех специалистов. Поэтому качество мастер-плана, знаете, вот сейчас я на многих уровнях обсуждаю его. Конечно, есть там те, кому не нравится, что суммы большие, да, ну реально так, реально они большие, так. Но все подчеркивают, что качество, конечно, очень высокое и абсолютно понятно, как это сделано, зачем это сделано. Ведь мастер-план это не просто генплан, как это было раньше, это мастер-план показывает возможности социального, экономического роста города, на какие отрасли город будет делать ставку в последующие годы. И уверен, у нас это все должно получиться. Я считаю, что городская команда, она сейчас очень в хорошем смысле уже затачивается на подходы к реализации данного мастер-плана. Конечно, многим надо работать. Знаете, порой вот не хватает элементарных вещей, да, вот благоустройство улиц, чистоты, озеленение. Но уверен, что мы уже к следующему году, к восьмым играм Дети Азии подтянемся по городу. Мы с Евгением Николаевичем Григорием постоянно в контакте, обсуждаем эти вопросы. Уверен, что как раз реализация мастер-плана, это та, знаете, вот такая амбициозная задача, которая сегодня перед его командой стоит и при нашей поддержке он ее обязательно решит. Но я ему скажу, вот когда вот все это совещание у президента закончилось, я сказал, Женя, ты счастливый человек. Я вот как от имени всех мэров, которые были до тебя, могу сказать, что мы все будем тебе завидовать. Потому что такая огромная поддержка городу оказана. И сейчас надо обязательно вот все то, что президент поручил и то, что у нас мастер-план есть, все реализовать. Асей Сергеевич, затронули тему игр Дети Азии. У нас как раз в WhatsApp есть вопрос на эту тему. Следующим летом в Якутске снова пройдут игры Дети Азии. Я была волонтером на первых играх, сопровождала зарубежную команду, а теперь моя дочка тоже хочет стать волонтером. Как идет подготовка к самому масштабному спортивному событию страны следующего года? Знаете, вот когда Михаил Ефимович задумывал и проводил первые игры в 96-м году, многие мы тогда все были там как зрители, вот и церемонию открытия, помню, и так далее. Многие мы еще тогда не понимали, во что это в конечном итоге у нас вольется, выльется. А у нас получилось так, что реально в 24-м году, в следующем году это будут крупнейшие спортивные соревнования на территории всей нашей России. на сегодняшний день мы уже получили подтверждение, ну, ожидаем минимум 25 стран, а скорее всего их будет больше, 7 команд из регионов России, ну, от округов федеральных и крупных регионов страны в наши сборные. Вот, всего мы ожидаем вот несколько тысяч участников только, так, тренеров, самих спортсменов по многим видам спорта олимпийским, ну, и есть несколько видов не олимпийских, так, которые в том числе мы здесь пропагандируем. Интерес огромный, полная поддержка есть со стороны правительства Российской Федерации, вот мы недавно с министром спорта еще раз встретились в Владивостоке, обсудили все нюансы, практически никаких проблем нет, но надо только работать и работать. Оргкомитет наш федеральный возглавляет Юрий Петрович Трутнев, тоже большая помощь оказывается, уверен, что мы должны провести вот восьмые игры на самом высоком уровне. И с этой точки зрения вот как раз и благоустройство города Якутска и ремонт спортивных сооружений, а у нас он уже почти на десяти уже идет, из шестнадцати где будут проходить игры, ремонт улиц, ремонт общежития университета, подготовка места массового пребывания наших гостей, работа аэропорта, ну вот целый, целый большой комплекс мероприятий, который должен быть весь проведен для успешного проведения этих международных соревнований. Мы по всем ним двигаемся, работаем, и здесь вот как раз, конечно же, все, в том числе, очень многое зависит именно от жителей города Якутска, от их вовлеченности. Уверен, что, как и раньше, мы все вместе сделаем, чтобы эти игры стали таким, знаете, очень хорошим символом нашей республики, и вся Азия еще раз убедилась в дружелюбии, в гостеприимстве Якутии и всей нашей страны. Действительно, все мы знаем, что игры «Дети Азии» это детище нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Он по многим направлениям заложил фундамент развития региона, безусловно, с его именем неразрывно связанная новая история Якутии. И каждому, даже самому юному якутианину необходимо знать историю становления нашего региона. Вот как будет увековечено имя первого президента? Конечно, масштаб личности Михаила Ефимовича он грандиозен. Его будут и, уверен, будущие поколения раскрывать. Сейчас я сам возглавляю комиссию по увековечению памяти нашего первого президента. Поступают десятки предложений от граждан, от организаций, от общественных организаций, от науки, от образования, от муниципалитетов. Вот сегодня в Актюмцах тоже мне несколько предложений от Хангаласского Улса передали. Мы их все внимательно обсуждаем. Мы также смотрим за обсуждением общественным, которое идет по различным предложениям. Мы это все обобщим. И ко дню рождения Михаила Ефимовича Николаева 13 ноября я обязательно издам указ об увековечении памяти выдающегося сына нашей республики. И, конечно же, мы будем обязательно его дело продолжать. Вот сегодня я сказал, что мы сегодня в Актюмцах заложили новую традицию. Отныне у нас как раз в день государственности или в канун него мы обязательно будем проводить такое собрание торжественной общественности в Хангаласском Улусе, в Актюмцах, в Николаев-центре, на родине Михаила Ефимовича Николаева, чтобы подчеркнуть особую роль нашего первого президента в появлении нашей республики Саха-Якутия, в становлении новой Якутии в составе новой России. Спасибо, Айсен Сергеевич. Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слышно, да? Да, хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Диана Васильевна, многодетная мама в Монске район, село Хану. У меня вопрос. Когда в нашем районе будет зеленый рейс? Спасибо. Спасибо. Хану Мома. Спасибо, Диана Васильевна. Зеленый рейс в Монске район он точно будет. И я вот сейчас на память не скажу, но, по-моему, где-то он середина октября стоял. Так мне представляют эти цифры. Честно скажу, все на память держать сложно. Но при этом хочу что отметить. У нас ассортимент вот завоза так называемых вот этих зеленых рейсов с каждым годом растет. Мы его в этом году практически в четыре раза увеличиваем. Ассортимент. Причем это у нас получилось благодаря хорошей работе Якута Пторга. Во-первых, мы сейчас уже создали сеть торгово-логистических центров. Они у нас уже появились в шести районах. Сейчас появится так до конца этого года. Дальше мы должны сделать все, чтобы к 2025 году у нас все 13 арктических районов имели такие торгово-логистические центры. Вот совсем недавно в Среднеколыбске открылся. Сейчас Зырянка. После этого у нас уже планы стоят. Вот Джиганц до конца года и Тикси. Но это не только создание торгово-логистических центров, это и новая принципиальная система завоза. Это использование такого, знаете, северного морского пути для завоза продукции. Это и специальные корабли, которые спроектированы и сконструированы благодаря заказу Якута Пторга, и которые в этом году по Колыме показали себя самой хорошей страной, когда мы как раз используя возможности Магаданской области, прямо сверховья в Колымы научились доставлять грузы в колымские наши поселки. В первую очередь Зырянка, Среднеколымск и дальше Чернский ТЭК. И вот эта работа будет продолжаться усиливаться, и мы видим, что там колоссальная экономия по транспортным расходам, и, конечно же, это огромное увеличение ассортимента и количество завозимой продукции. И вот такие, скажем так, правильные логистические решения, они позволяют нам надеяться на то, что в будущем мы, конечно, вот это вопрос снабжения наших северных районов уже на другой уровень поднимем. и люди будут получать более широкий ассортимент продукции продовольственной и необходимой не только продовольственной продукции, так, по гораздо более низким ценам. Вот, я на это Якут-Обторг нацеливаю, руководство Якут-Обторга Николай Николаевич Алексеев прекрасно это все понимает, очень, я считаю, последние годы хорошо предприятие начало работать, и министерство Арктике помогает как куратор, уверен, что вот наша работа в этой части будет дальше только улучшаться. Спасибо, Айсен Сергеевич, давайте возьмем еще один телефонный звонок, добрый вечер. Алло. Алло. Да, вас слышно. Алло, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Меня зовут Иванова Ивдекия Филипповна, это из Жиганского района. Спасибо вам большое за запуск проекта мобильных доктора. Это очень хорошая программа для Абийских районов. И у меня такой вопрос, прилетят ли врачи именно детские в наш Жиганский район? Спасибо. Обязательно прилетят, и я даже могу сказать, что это будет октябрь, я вот недавно как раз смотрел, там жаловались по Абийскому району, поэтому смотрел все графики. Вот детские доктора, детская бригада, большая, причем такая серьезная бригада, она в Жиганский район полетит в октябре месяце. Но хочу в целом по этой программе сказать, знаете, вот одна из тех программ, которая практически отрицательных отзывов не получила нигде. Конечно, порой жалуются, что вот, не смогли к нам прилететь, мы там ждем, так далее, но хочу сказать, что вот как она, программа начала работать с 1 января этого года до сегодня, все 89 арктических поселков, они уже посетили, так, врачи, может быть, там не полностью всех осмотрели, и так далее, но уже 89 арктических поселков, все уже получили касание наших мобильных докторов. И эта работа же, она у нас не разовая, мы же ее будем продолжать, это будет постоянная система. Дело в том, что, к сожалению, надо понимать, что мы не можем сегодня обеспечить там в каждом районе полномасштабное, такое, знаете, врачебное сопровождение жителей вот наших арктических районов. Населения мало. Когда там в районе живет несколько тысяч человек, 3-4 тысячи человек, мы там по всем нормативам содержать полномасштабное, начиная от кардиологии, заканчивая, например, офтальмологами, мы уже не можем. Да даже если появляются, то через некоторое время они уже уезжают в более крупные города, в Якутск. И тогда для того, чтобы вот как раз решить эту задачу, мы приняли решение создать здесь, в городе Якутске, специальный такой центр, где эти мобильные бригады будут работать, и откуда они будут постоянно выезжать именно по Арктике, по районам, по графику. И именно в этом будут заключаться их работы. Мы их оснащаем сейчас специальной аппаратурой, высококачественной аппаратурой, мобильной аппаратурой, которая позволяет им на месте делать анализы, делать все обследования необходимые, выявлять там опасные болезни. И, конечно, врачи там работают тоже очень такие высококвалифицированные. Именно вот за счет этой мобильности, за счет того, что они работают по большому количеству районов, мы сегодня уже у многих людей выявили болезни, причем крайне опасные болезни, начиная вот с онкологических, да, на самых ранних стадиях. Мы выявили у многих хронические заболевания, которые люди, ну, как бы так, не обращают внимания, но мы видим, что, особенно если это касается кардиологии, им необходимо срочное оперативное вмешательство. И я не побоюсь этого слова, благодаря вот этой программе у нас сегодня десятки жизней, ну, если не сотни, но десятки жизней точно людей, которые спасли, спасли эти жизни. И эта программа у нас будет дальше работать. Вот наша задача, чтобы как раз вот и все детское население было охвачено этой диспансеризацией в рамках мобильных докторов, чтобы мы с самого детства жители нашей Арктии, которые живут на самом деле в крайне сложных, непростых природно-климатических условиях, мы их ввели и помогали уже с детского возраста сохранять свое здоровье. Из колл-центра сообщают, что есть звонок из Аскалаха и у нас на связи школьник. Алло! Мы слушаем тебя. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Лазарев Артим. Я учусь в шестом классе в Аскалахской средней школе. И раньше я хотел жить там, где хороший интернет, но сейчас интернет пришел ко мне домой. Сейчас стало очень хорошее. Можно созваниваться с друзьями по видеозвонку, взять любую информацию, посещать виртуальные музеи разных стран. Вот и захотелось вас зазвониться. Спасибо большое за интернет! Спасибо. Спасибо. Спасибо нашему молодому телезрителю. Имя его? Эрчим. Эрчим. Да. Эрчим. Большой привет тебе, Эрчим. Молодец, что дозаводился. Можно, кстати, на видеозвонок с ним. Да. Давайте пригласим школьника, проверим. Но вот я считаю, что, наверное, вы и пропустили, потому что маленький ребенок позвонил еще со скалаха. Я очень рад, что наша программа по прокладке оптоволокна в республике, она достигла уже практически, ну, Северного Ледовитого океана. Ведь в Аннабарском районе еще есть поселок Ирюнхая. Он стоит прямо на берегу океана, считайте так, и море. И в этом году Ирюнхая уже тоже подключен к оптоволокну. Я сам участвовал в открытии этой линии. И сегодня мы можем говорить, что реально вот в эти последние годы одно из наших достижений, наших связистов, то, что оптоволокно пришло уже на берег Северного Ледовитого океана. И, насколько я знаю, это самая северная точка нашей страны, куда оптоволокно вообще в населенный пункт пришло, это Ирюнхая. Но со скалах тоже недалеко от него. И, конечно, я рад, что у нас вот наши уже арктические районы подключаются. Вот Оленек подключен был, Сеасан-Абарский район. Сейчас мы начинаем реализацию крупнейшего телекоммуникационного проекта всей страны. Этот проект называется «Синергия Арктики». Его подготовило наше министерство цифрового развития во главе санатория Семеновым. И долго мы его обсуждали в федеральном правительстве. Мы его представили премьер-министру Мишустину Михаилу Владимировичу. Было его поручение. И вот сейчас министерство уже цифры Российская Федерация поддержала. Мы неоднократно с Максутом Игоревичем Шадаемым встречались с министром федеральным. И в ближайшие годы мы намерены во все наши арктические районы привезти уже оптоволокно. Глобальная задача 7 тысяч километров оптоволокна надо проложить. Эта задача даже не экономическая и даже не социальная. Она такая значит геополитическая. Мы должны все-таки вот северный морской путь тот кабель который там будет проложен вдоль него должны соединить уже в нескольких местах уже суши с большой землей как раз через оптоволокно. Такой серьезнейший вызов и с точки зрения техники телекоммуникационного оборудования. Но уверен что при поддержке федерального правительства мы эту задачу решим. В этом году мы уже хотим чтобы в декабрю мы оптоволокно привели в Жиганск. Ну а в следующем году там у нас планы гораздо шире. Когда начнем реализацию уже об этом расскажем. Там уже ряд районов как раз Яна и Дигирская группа уже должны попасть в реализацию этой программы. нам удалось связаться по видеосвязи с Ирчимом давайте проверим связь. Давайте посмотрим. Сосклах О, вот он. Ирчим, привет! Ирчим, дураво! Привет! Молодец! Молодец, что дозвонился. Желаю всего самого хорошего, хорошей учебы, успехов и процветания твоему любимому анабарскому лусу. Катат, Катат, Ирчим! Спасибо большое! Так! Ток, парыч, вы... Спасибо, спасибо! Спасибо, обязательно! Пока! Спасибо, Ирчим! Видим, что очень хорошая связь со Сосклахи, действительно, с арктической зоны, как мне подсказывают, поступает сейчас очень много звонков, с 2018 года вы уделяете действительно большое внимание этим районам. Какие планы в ближайшие годы по арктическим районам? Конечно же, за многие десятилетия постсоветские Арктика очень серьезно отстала. Мы об этом открыто говорим. Был большой отток населения, огромный отток населения, было бы огромное падение промышленности, серьезнейший удар был нанесен по оленеводству, по социальной инфраструктуре, по вообще целой инфраструктуре поселков. И за последние пять лет мы, конечно, очень много сделали. Сделали это на такой, знаете, плановой основе. Была принята стратегия развития арктической зоны нашей республики. я ее подписал в Оленьке как раз. После этого мы начали уже реализацию этой программы по нескольким направлениям, в том числе вот и строительство, жилья в рамках переселения из аварийного жилого фонда. Это и развитие сельского хозяйства, в первую очередь традиционных отраслей, поддержка оленеводства, поддержка рыболовства. Это строительство социальных объектов. Мы за эти пять лет построили значительное количество социальных объектов, причем очень крупных, знаете, вот такие большие каменные школы, дома культуры появились в Арктике. То есть те объекты, которых у них практически не было, наверное, за многие постсоветские годы. И мы также приняли ряд решений, которые были направлены на поддержку непосредственно жителей Арктики. Мы освободили их от многих налогов, которые являются региональными и местными. Мы сейчас в рамках уже в федеральной повестке активно открываем там новые предприятия, делаем беспрецедентные налоговые послабления. И, конечно же, я очень рад, что нам удалось двинуть с мертвой точки реализацию, например, крупнейшего проекта по освоению Кижуйского золотрудного месторождения. Причем там будет впервые строиться атомная станция малой мощности. Успех этого проекта, на мой взгляд, открывает вообще безграничные возможности для развития наших арктических удаленных поселков использования дешевой и надежной атомной энергии. И, конечно же, в ближайшие годы мы будем также планомерно заниматься развитием Арктики. Некоторые мои коллеги сейчас предлагают в рамках оптимизации, давайте ликвидируем, например, Министерство по развитию Арктики. Оно же, типа, ничем не занимается, да, особо. Но это же исходит из непонимания роли Арктики в развитии нашей республики и в целом нашей страны. Арктика, наш резерв, наше будущее как раз на 21 век. Без развития Арктики, без развития ее мощи экономической говорить о полномасштабном развитии нашей республики не приходится. И сейчас, когда для нашей страны одним из главных транспортных коридоров как раз становится Северный морской путь, для нашей республики, которая имеет как раз береговую линию вдоль Северного Ледовитого океана почти за 2000 километров, конечно же, сам Бог велел как раз серьезно заниматься этим вопросом. И обустройством портов, строительством новых портов, разведкой новых месторождений полезных ископаемых, активным промышленным освоением, конечно же, при этом огромное внимание уделяя сохранению быта наших коренных народов Севера и их поддержке, и развитию социальной инфраструктуры. уверен, вот это как раз очень такой серьезный вызов, которым мы обязательно будем заниматься, и здесь, я уверен, у нас впереди тоже хорошее будущее. Айсен Сергеевич, стало большим событием то, что поручение президента страны о строительстве кинопавильона, который мы видели в видеосюжете, и признание опыта республики в развитии креативных киноиндустрий. Что это дает Якутии? Когда пять лет назад в своей инаугурационной речи, вступая в первый раз в должность главы республики, я говорил о развитии креативных отраслей, многие тогда не верили. Многие, как всегда, пытались высмеять, это где-то, это креативные отрасли, да где Якутия, да. Вот прошло пять лет, и президент нашей страны на крупнейшем экономическом форуме страны, на восточном экономическом форуме, самой высокой трибуны, заявляет о том, что пример Якутии в развитии именно вот креативных творческих индустрий должен стать модельным для других регионов Российской Федерации. Высшая оценка той работы, которую наша команда здесь в Якутии провела, и высшая оценка развитию наших творческих индустрий. Конечно же, решение о строительстве кинопавильона полного цикла, оно многие этого еще не понимают, но оно реально выводит нашу республику уже в самый передний фронт развития киноиндустрии нашей страны. За Уралом нет кинопавильона полного цикла, и сейчас он будет строиться у нас в городе Якутске. Это не только увеличение в два раза количества фильмов, как вот сейчас сказали, это возможность нашему кинематографу, в первую очередь якутскому, вместе с другими дальневосточными кинокомпаниями, уже громко заявлять себя в том числе и на Азиатско-Тихианском регионе. Это даст нам возможность уже выходить как, знаете, авангард российской культуры туда, на Азиатско-Тихианский регион, на Восток, продвигать российский культурный код, наш якутский культурный код, и, конечно же, это, еще раз говоря, создание новой киноиндустрии. Мы, многие, еще вот этого не понимаем, так, но вот я, как человек, которым этим очень плотно занимается, изнутри это все видит, я понимаю, что это реально новое дыхание для новой, такой, знаете, высоты для нашего кино, для нашего искусства, для, появляется рядом с этим огромное количество уже сопутствующих бизнесов, малых бизнесов, и то, что мы вот сейчас создали квартал труда, креативный кластер, я считаю, что это вот как раз одно из таких важнейших звеньев вот создания вот этого всего механизма развития творческих индустрий. В мире быстрее всего развивается именно творческая индустрия, и наша страна, конечно же, должна вот на этот вызов, который нам западные страны бросают, отвечать не только военной точке зрения, это абсолютно необходимо, экономической точке зрения, но и с точки зрения идеологической, а вот как раз наполнение идеологии контентом, это работа творческих индустрий, и уверен, что вот как раз здесь наши творческие индустрии в целом как раз очень большой вклад в усиление нашей страны тоже сделают. Айсен Сергеевич, раз уже заговорили о кино, не могу не спросить ваше мнение про ситуацию вокруг наших фильмов, а это и кандидат, какова ваша оценка ситуации? Я здесь, наверное, буду тоже, как любой якутян, немножко, так вы знаете, для многих предвзят, да, но, во-первых, я эти фильмы оба посмотрел, во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шарина, и Степана Бурнашова, знаю, что оба они патриоты, никаких там каких-то фильмов про нетрадиционные ценности или там про национализм, они снимать в принципе не способны, у них этого в голове вообще нет, я, наверное, здесь вот выскажу точку зрения, она спорная, я не говорю, что я здесь, вот еще раз говорю, здесь как зритель и как человек, который вот понимает все эти процессы, хочу что сказать, вот как раз это продолжение вот ответа на предыдущий вопрос, мы реально сегодня в Якутии создаем уже киноиндустрию, раньше мы просто снимали кино, хорошее кино, во многом оно было фестивальное кино, знаете, высокое искусство, архаусное, снимали фильмы для внутреннего потребления, вот наши комедии, которые вот здесь мы все смотрели, хохотали, но они были чисто вот для нашей публики, сейчас же мы сделали шаг уже на российский рынок, и мы вдруг сами для себя, наверное, неожиданно, многие кинематографисты наши, мы поняли, что мы на этом рынке можем быть востребованы, и успехи наших фильмов, они тоже очевидны, у них есть очень серьезный потенциал именно рыночный, и нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться, вот, и определенные вот такие шаги по ограничению, скажем так, поля нашей деятельности, якутского кинематографа, начали пытаться выстроить, вот, в том числе через вот такие, скажем так, надзорные действия, вот, конечно же, понятно, что законы можно трактовать по-разному, подходы можно трактовать по-разному, да, но взять тот же фильм, вот этого, Шадринда Димы, да, вот этот кандидат, слушайте, но если запрещать этот фильм, так, то надо завтра запрещать джентльмену удачи, и здравствуйте, я ваша тетя, просто из-за того, что мужчина переоделся женскую одежду, так, или вот этот, мы из джаза, так, ну, помните, джаза, джаза столько девушки, надо запрещать, ну, было бы очень смешно, если бы не было так грустно, вот, я вот со Степаном разговаривал, и с Дмитрием разговаривал, по телефону пообщался, я им сказал, чтобы они не переживали, они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя, так, просто здесь надо быть более, такими, знаете, ну, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут подловить, на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, ну, и идти вперед, я сказал, родная республика всегда с вами, мы своих не бросаем, будем вас поддерживать. Аистан Сергеевич, мы работаем в студии уже полтора часа, напомню, что сегодня с нами на онлайн-связи члены правительства, а также руководство города Якурска, все вопросы, которые поступят на прямую линию, будут переданы им для отработки, но сейчас я предлагаю предоставить слово колл-центру. Спасибо, коллеги, на данный момент в колл-центр поступило 176 вопросов, большинство из них касаются дороги транспорта, социальной поддержки, обеспечения жильем, ЖКХ. Напомню, все вопросы, которые не были озвучены в эфире, будут направлены в ключевые министерства и ведомства. Предлагаю принять следующий вопрос. Алло? 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 Алло, мы вас слышим? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень актуальный для жителей не только села Майя, Мегина-Кангаласского улуса, откуда телезритель звонит, он актуален для многих других районов. К сожалению, последние годы мы видим, что количество таких отключений аварийных по линии Якутска, наверное, выросло. В прошлом году, зимой, у нас были очень серьезные отключения по линии высокого напряжения, 220 кВ, так, это в федеральной сетевой компании. И у нас в целом все за речи свет уходило. Здесь, в центральной зоне, были очень такие серьезные проблемы. Конечно же, мы не могли эти вопросы оставить без внимания. Неоднократно у нас совещания были по повышению надежности энергоснабжения Якутии на уровне Юрия Петровича Трутнева, Николая Григорьевича Шульгенова, это министр энергетики страны. Буквально совсем недавно в Владивостоке я сам участвовал участие в федеральном штабе. Вот здесь по порядку. По Якутске Энерго принята сейчас программа до 28-го года по снижению аварийности, которая предусматривает более ускоренный ремонт аварийных линий, ввод в строй новых линий, таких необходимых, как, например, Сунтар Нюрба, Сульгачи Амга. Но, конечно же, по ним, по всем требуются серьезные средства. Часть средств, она уже внутри Русгидро, материнская компания Якутская Энерго изыскана, финансирование будет. По части других работа по изысканию источников идет. При этом наша позиция, что исключительно за счет тарифных решений там подходов быть не может. То есть просто увеличивать тарифы и за счет этого ремонта проводить мы не согласны. Эта работа у нас будет идти на контроле. Мы с Алексеем Гаврилом, генеральным директором Якутской Энерго, на постоянной связи. Еще раз говорю, это та программа, которая, конечно же, напрямую влияет на качество жизни наших жителей от маленьких сел до крупных городов. поэтому здесь у нас очень серьезный контроль. Тем более, еще раз хочу подчеркнуть, количество таких мелких аварий, оно растет, а в наших условиях, особенности экстремальных, зимой любая маленькая авария может привести к очень большим катастрофам. Серьезнейшая проблема у нас была по федеральной сетевой компании. У нас было несколько крупных аварий на подстанциях 220 кВ, это и Майя, и в Тамботе. Анализ, который провели и надзорные органы, и непосредственно сами специалисты федеральной сетевой компании, они были, скажем так, идентичны и говорят о том, что были допущены проектные ошибки. Когда проектировали, был ряд неправильных проектных решений заложен, и вот как раз в условиях наших запредельных морозов, за минус 50 градусов, вот эти как раз просчеты и сказались. Я прошлой зимой встречался с руководителем ФСК, с Рюмина, также разговаривал и с руководством Министерства энергетики. Было принято решение о необходимости проведения скорейших ремонтных работ, изменения проекта, и здесь хочу как раз высказать слава благодарности федеральной сетевой компании, лично генеральному директору Рюмина, была принята очень серьезная инвестиционная программа, порядка трех миллиардов рублей, и за это лето проведены вот эти работы по перепроектированию и по реализации комплекса мер, которые исключают в дальнейшем вот такие аварии, которые были этой зимой. Комплекс работ практически завершен уже, сейчас всех этих, я сам на подстанкции Майя смотрел, сейчас окончательные работы идут, в ближайшие буквально недели уже все будет завершено, и больше вот таких аварий на наших сетях высокого напряжения, я уверен, мы не получим, поэтому вопросы надежности энергоснабжения, они на постоянном контроле в моем, правительство республики, и Дмитрий Миколаевич Садовникова, как куратора этой отрасли, они будут находиться, и уверен, что ситуация здесь будет только улучшаться. Айсен Сергеевич, как сообщает ЦУР Якутии, до эфира больше всего вопросов поступало по газификации Якутии, давайте посмотрим сюжет, как идет газификация у нас в республике. Вот теперь сюда чайник ставим, а какая сила и мощь, так быстро вода закипает, выручает, вот и все, голубое топливо начало свое дело. В 2022 году был зафиксирован абсолютный рекорд проведения и подключения газа за всю 55-летнюю историю газификации Якутии. Для граждан бесплатно построено 3178 газопроводов до земельных участков, газифицировано 2877 домов. Петр Ширков потомственный охотник, ранее отапливал свой дом печным отоплением, какое-то время центральным, и, наконец, в этом году подключился к газу. Сын Петра действующий участник специальной военной операции, поэтому отцу вне очереди провели газ, выделив на это 150 тысяч рублей. Вот, наконец-то, у нас появился газ. За это мы благодарим голову Якутии и нашего улусной головы. Мы этот газ ждали очень долго. Вот, появился наконец-то. В сентябре этого года был произведен запуск газа в селе Юрень-Кюэль и Хадарском наслеге Чуропчинского улуса. Это позволило более чем 330 домам получить возможность подключиться к газу. Так, в Бельдегистяхе для газификации квартала многодетных семей было построено порядка трех километров газопроводов. Будут газифицированы более 20 домов. В селе Юрень-Кюэль и Хадарском наслеге построено более 20 километров газопроводов для газификации более 100 домов. В молодой семье Николаевых недавно случилось счастливое пополнение. Теперь они стали многодетными. Подключение газу произошло очень своевременно. По региональной программе социальной газификации семья получила на подключение газа 150 тысяч рублей. В прошлом году мы топили печное отопление где-то 6-5 месяцев. Мы расход где-то 18-17 бортовых машин. По сравнению с печным отоплением мы думаем что это очень хорошая сумма так как в месяц мы отапливали по 3 машины где-то получалось 15-17 тысяч поэтому газовое отопление намного экономичнее. На приобретение газового оборудования внутри дома или же на услуги по подключению до 150 тысяч рублей могут получить многодетные ветераны боевых действий и члены семей участников СВО. Отметим что программа социальной газификации была инициирована партией Единая Россия в 2021 году и поддержана президентом России Владимиром Путином. Партийцы помогают жителям получить льготу а также помогают при оформлении заявок на подключение. Всего в рамках программы только в текущем году компания Сахатранс нефтегаз осуществит а до 2030 года планируется газифицировать более 15 тысяч домов якутян. Марферина Алексеева Михаил Мордовской Якутск Бердегистях Василий Сергеевич Якутия действительно является лидером социальной газификации на Дальнем Востоке да и в целом по отрасли сейчас говорят о золотом веке газификации в республике темпы работы находятся под вашим личным контролем вот какие планы на ближайшие годы? Конечно вот очень удачно все у нас складывается по социальной газификации благодаря решению президента она стала у нас бессрочной социальная газификация и в купе с тем что мы до этого тоже вкладывали достаточно серьезные средства республика газификацию населенных пунктов это все дало такой знаете синергический эффект и реально по прошлому году у нас установлен рекорд по газификации за все 55 лет вот сейчас они были озвучены свыше 3100 отводов сделаны к домам и порядка 2800 с лишним домов реально уже газ получили в этом году мы планировали где-то 1800 потом вот сейчас уже звучит цифра более 2000 ну а мне уже некоторые мои коллеги в том числе руководитель сахатравт нефтегаза Алексей Зачемич Колодецников докладывает что может быть мы выйдем даже на 2500 домов это тоже абсолютно прекрасные цифры для нашей республики недавно приезжала сюда большая делегация Газпрома во главе с членом правления Марковым с руководителем Межрегионгаза Густавом они тоже очень высоко оценили темпы газификации нашей республики и наша республика здесь уникальна еще чем тем что у нас всегда здесь была своя внутренняя региональная газовая система Газпрома здесь у нас практически до недавнего времени не было и в ходе моих переговоров с Алексеем Борисовичем Миллером с руководством Газпрома мы договорились о том что именно Сахатраснефтегаз наш региональный оператор будет исполнителем программы социальной дугазификации для Газпрома а по всей стране федеральный оператор это Газпром это для Газпрома такое знаете достаточно редкое явление но удалось нам их убедить они согласились и сейчас все стороны довольны у нас Сахатраснефтегаз так как прекрасно знает местную специфику он прекрасно справляется с задачами по газификации наших сел и городов а Газпрома тоже очень удобно потому что есть надежный партнер в виде государственной компании которая реально но обеспечивает не то что даже вот выполнение планов а перевыполнение планов по социальной газификации по республике Саха-Якутия уверенно сотрудничество у нас будет продолжаться у нас большие планы не только по социальной газификации но и по газификации населенных пунктов прилегающих к силе Сибири это отдельное наше соглашение с Газпромом которое я с Миллером подписал и благодаря нему населенные пункты сейчас Ленского район Алёкменского Алданского и Ниренгринского тоже подключаются к газу и конечно же подключение к газу таких крупных наших населенных пунктов как тот же Алдан например оно конечно же меняет целом экономику нашей республики социальные сферы жизни людей как раз в западной и в южной Якутии где как раз у нас наиболее крупные промышленные предприятия все сосредоточены сейчас и качество жизни людей будет улучшаться значительно у нас есть планы там и по Ниренгре очень серьезные по Ниренгринскому району вплоть до газификации Ниренгринской ГРЭС здесь конечно ситуация сложнее но мы тоже ведем переговоры о том чтобы газифицировать и Ниренгринскую ГРЭС построить отдельную газовую станцию в Чульмане с возможностью уже подачи тепла на Чульман то здесь тоже у нас большой пласт работы ожидает ну и в целом вот как сейчас было сказано я подтверждаю мы планируем к 30-му году не менее чем 15 с половиной тысяч домов наших жителей республики привести газ это конечно серьезнейшее улучшение качества их жизни но при этом еще не надо забывать что мы будем газифицировать десятки сотни социальных объектов десятки сотни промышленных объектов и конечно это вот очень серьезная помощь в развитии нашей экономики социальной сферы спасибо Айсен Сергеевич у нас есть прямое подключение на связи Амгинский район семья Байшевых новоиспеченные чемпионы мира по масс-рестлингу Анатолий Байшевых Айсен Сергеевич оны телевизоры кореутчилер Бұға қолбануға аммалуға Бүгін бүгеге улыспыткен тұттар спортсмена мастердегі түгір андайду икки түгіллях чемпиона Анатолий Байшев әлбэх спортсмены ийтен күйігі күнаттан тағар быт спортивной салатыгар келентурабыт Анатолий Анатолий Байшевттар күне ағылыра мастердегі түгір амия андайду чемпионлара Татияна онна Игор Байшевтар күнелер бұл бәт сатыр ұтағыта үзбекистаңы үтілді бүд мастердегі үлігігер үлі сетігілі күтттан көлін андайду чемпионлара болды түлі Анатолий 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 Саң мэтын капрос бүді үлі ілігігі Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже в этом году часть дороги сделана, и работы эта будет продолжаться, причем продолжаться более быстрыми темпами, нежели чем это шло раньше. Мы планируем где-то выходить на несколько десятков километров в год по плану. Причем работы будут вести и по самой дороге Амга, но и непосредственно уже по населенным пунктам и смотреть. По Амгею тоже есть решение по уличной дорожной сети села Амга тоже определенные работы проводить для улучшения качества жизни людей. Мы эти вопросы будем обязательно дальше смотреть и делать все, чтобы вот эта трасса, наша оригинальная дорога Амга, она становилась лучше. Мы сейчас видим, что благодаря вот этому проекту безопасных, качественных автомобильных дорог у нас та же дорога у нас стала гораздо лучше, дорога нам стала гораздо лучше. Ну и уверен, что и наши дорожники с дорогой Амга, несмотря на все сложности, которые там есть, смогут тоже достойно справиться, ее в нормальное, хорошее состояние, удобное для жизни привести. Ну и, конечно, Анатолий Анатольевич, я с удовольствием вас и в целом руководство Федерации масс-рестлинга приму. Буквально совсем недавно Александр Константинович Акимов ко мне заходил по этим вопросам. Он является президентом Международной Федерации масс-рестлинга. Уверен, мы все сделаем для дальнейшей популяризации нашего национального вида спорта. Ну и, конечно, задачу получения такой олимпийской прописки мы не снимаем, несмотря на то, что сейчас для российского спорта непростые времена, особенно вот из-за этих западных санкций, санкций МОКО. Я уверен, что рано или поздно там на Западе одумаются, мы в олимпийское движение все равно будем возвращаться. И, конечно, тогда вот продвижение нашего прекрасного вида спорта национального станет опять возможным. Спасибо вам еще раз и еще раз поздравляю вас с замечательной победой всей вашей семьи на чемпионате мира, который прошел в Узбекистане. Асен Сергеевич, вы много ездите по республике и видите, чем живет народ, на ваш взгляд, а как обеспечены якутяне местные продукции? Вы знаете, вот далеко не простой вопрос. Мы на самом деле своей продукцией обеспечены далеко не полным образом. Молока у нас чуть больше 50%, 54%, овощами 35%, картофелем порядка 60%, мясом мы вообще на 20 с лишним процентов. Вот здесь за последние годы, конечно, есть некоторое улучшение, но говорить о том, что мы здесь сделали гигантский скачок, мы никак не можем. Поэтому я вот ставлю задачу перед сельским хозяйством на следующие годы, чтобы мы все-таки больше настраивались на решение главной задачи сельского хозяйства нашей республики. Главная ее задача – это максимально накормить наш народ, чтобы на столах у якутян было как можно больше качественной местной продукции, но желательно по доступным ценам. Здесь надо целый комплекс мер реализовывать, начиная от создания крупных товарных производств, усиления сельхозкой операции, заканчивая уже вопросами расширения мелиорации, вовлечения в оборот неиспользуемых земель, новых каких-то площадей, целый, еще раз говорю, комплекс работ, которым должно министерство сельского хозяйства заниматься. К сожалению, оно у нас, опять же, иногда бывает так, что увлекается излишне, знаете, какими-то цифрами, отчетностями и так далее. По десяткам параметров отслеживают исполнение каких-то программ. На самом деле, это же все очень просто. Мы должны производить больше продукции, и этим мы должны оценивать свою эффективность. А у нас на каждой стадии, там, знаете, по 10 контролеров, один человек работает, а 10 сидит и смотрит. Вот реально вот такая ситуация. Порой у меня аналогия появляется. При этом, еще же, сейчас же идет ужесточение федеральных подходов. Именно вот с точки зрения ветеринарного надзора, фитонадзора, с различных систем надзора за качеством продукции. И думать о том, что мы через личные подсобные хозяйства, маленькие хозяйства, сможем рынок насытить, это иллюзия. Сегодня требования такие, что маленьким хозяйствам уже это невозможно. Конечно, маленькие хозяйства мы будем поддерживать. Хотя бы для того, чтобы люди сами себя могли покормить, ну и что-то, если есть излишки, на продажу поставлять. Но главное все-таки сейчас, это усиление товарности нашего сельского хозяйства. Для этого, к счастью, у нас сегодня все есть. Самое главное, есть рынок, который практически всю нашу местную продукцию, один город Якутс сможет ее все съесть и не хватит. Большой спрос и в наших промышленных городах. Я вот в Нерингре бываю, в Мирном, в Алдане, везде просят нашу местную продукцию побольше поставлять. А задача вот именно состоит в том, чтобы максимально это и увеличить. И здесь, конечно, будем работать. И эти задачи перед новым руководством Министерства сельского хозяйства, оно точно будет новым, потому что Александр Павлович Атласов у нас сейчас стал депутатом, перешел на работу в Государственное собрание. Перед новым руководством Министерства сельского хозяйства, перед правительством в целом республики я поставлю обязательно. Асин Сергеевич, ни одна прямая линия у нас не обходится без вопроса о лесных пожарах. Как прошел нынешний пожароопасный сезон? Ваша оценка? Я считаю, что мы очень достойно справились с крайне непростым прошедшим пожароопасным сезоном. Ведь если посмотреть, то по своим характеристикам, с точки зрения дождей, с точки зрения температур, этот год не сильно отличался от 2021 года. Более того, июнь у нас был даже жарче. У нас в июне были установлены температурные максимумы по ряду районов. А с точки зрения минимальных осадков, у нас как раз август практически дождей не было. При этом у нас пожаров больше, чем в прошлом году. Но прошлый год, вы все помните, у нас был крайне дождливый, один из самых дождливых за многие десятилетия. У нас где-то миллион четыреста тысяч гектар леса прошли лесные пожары. Окончательную цифру уже по итогам сезона Рослесос увидит. Но это никакой образом не может сравниться с почти девятью миллионами гектар, которые у нас в 2021 году сгорели. И, конечно же, отличительная черта этого года, у нас пожары, вот основные большие, прошли в крайней удаленности от населенных пунктов. То есть даже не за десятки, а за сотни порой километров от ближайшей деревни. Что касается и колымских пожаров, что касается пожаров, которые были в Усть-Мае, в Алданском районах. И поэтому многие эти пожары решением нашего оперативного штаба, они вообще не тушились, потому что туда просто невозможно было долететь. А если долететь, то в горах тех же тушить пожары практически невозможно. В условиях отсутствия любой там воды, в условиях даже отсутствия возможности высадки людей для тушения этих пожаров. При этом у нас значительно выросла эффективность в тушении. Мы в первые сутки тушили уже большую часть пожаров. И несмотря на то, что на 20 миллионов гектаров мы в этом году зону обслуживания увеличили, то есть ту зону, где пожары обязательно должны тушиться, вот как раз в зоне обслуживания у нас показатели очень хорошие. Мы тушили там, еще раз говорю, гораздо быстрее, чем раньше. И, в принципе, вот с поставленными задачами справлялись. Конечно, в августе было достаточно сложно, когда вот Алёкма, Алёкминский район начал говорить, Алданский. Но, еще раз говорю, при поддержке в том числе и коллег из других регионов, а у нас свыше 700 человек из других регионов было переброшено сил авиаля с охраной, мы ситуацию все-таки удержали. Ну и, конечно, не могу не отметить, я считаю, что вот июнь нам удалось хорошо пройти, все-таки благодаря хорошей работе самолетов-зондировщиков. Вот это вызывание до пожаров еще осадков, на мой взгляд, оно заслуживает дальнейшего научного исследования. Ну и я считаю, что, по крайней мере, вот на мой взгляд, оно себя очень хорошо зарекомендовало. Мы как раз класс пожарной опасности по ряду районов смогли сбить. В июне месяце не допустить больших пожаров, несмотря, еще раз говорю, на крайне жаркую погоду. И если сравнивать с 2021 годом, конечно, у нас июнь 2023 года прошел просто замечательно. Он у нас ничем не отличался, кроме одного. У нас были самолеты-зондировщики, которые с моей миссией уже начали свою работу. И, конечно, нам очень помогло то, что в этом году у нас наконец-то появился свой, в том числе, самолет-зондировщик у полярных авиалий. На нем стоит единственная на сегодняшний день, к сожалению, единственная в России система вот как раз вызывания искусственных, ну, искусственная система, система вызывания дождей, которая полностью сделана в России. Все остальное, которое было до этого, оно все-таки имеет производство другой страны. Спасибо, Айсен Сергеевич. Продолжаем принимать телефонные звонки. Слушаем следующий звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Слышно, да? Слышно. Алло. Да, да, слышно вас. Добрый день. Добрый день, Айсен Сергеевич. Поздравляем вас с призванием на высокий пост головы Якутии. Спасибо. Звоню вам из Сунтарского улуса. У нас в селе Сунтар строится бассейн. Мы очень ждем окончания строительства. Но в настоящий момент мы видим, что он до следующего года не настроится. И, Айсен Сергеевич, очень просим вам помочь и решить этот вопрос. Спасибо. Да, я знаю эту проблему. К сожалению, по программе комплексного развития сельских территорий в селе Сунтар бассейн должен был быть построен и введен уже. Подрядчик был выбран крайне неудачно. Я с самого начала говорил о том, что, несмотря на то, что вроде все сделано формально правильно, по 44-й федеральному закону, но этот подрядчик зарекомендовал себя очень негативно на других объектах, которые он строил по республике. Ну, еще раз говорю, там и антимонопольная служба этого подрядчика поддержала, не дала контракт тогда расторгнуть. Да, и как-то так и Минстро, и другие службы, в том числе руководство правительства, сказали, что надеемся, что исправится, надеемся, что отработает. Но чудес не бывает. Этот подрядчик с задачей не справился, провалил, если так простым языком говорить. Сейчас на него возбуждено уголовное дело. Контракт расторгнут, но при этом объект должен быть достроен. Я, когда был в Сунтарах, на эту тему с главой района поговорил. Уверен, что Анатолий Васильевич найдет у себя ресурсы, тем более в этом году дивиденды от акционерной компании «Авроса» в УЛУС поступают. И все-таки работа будет проведена, и объект этот в 2024 году все-таки будет достроен. Строительная готовность его достаточно серьезная, порядка 50%. Проектные решения есть, экспертиза есть. Поэтому, в принципе, сейчас после расторжения окончательного этого контракта с недобросовестным застройщиком, очень надеюсь, что УЛУС этот объект, нужный для людей, для жителей села Сунтар, построит. Ну, а мы на контроль, конечно, его возьмем и будем держать. И дальше все дело на контроле для того, чтобы в установленные сроки до конца 2024 года объект появился. — Айсен Сергеевич, очень много вопросов по WhatsApp поступают на якутском языке. — В этом году очень помогли с заготовкой все на мобильные бригады. Будет ли это в следующем году? — Конечно, эта практика будет продолжена. Я специально в этом году, вот как раз в ОМГЕ мы совещание проводили, и я там принял решение, дал поручение правительству, чтобы мобильным бригадам, в том числе те, которые работают внутри района, помощь со стороны Министерства сельского хозяйства оказывалась. А не только тем, кто выезжает там далеко за пределы района. Я вообще сторонник того, чтобы мы все-таки в летний период все максимально заготавливали у себя. — Потому что та история вот 2021 года, когда в силу объективных причин, вот из-за больших пожаров, из-за засухи, у нас реально сено не было заготовлено, и мы были вынуждены из-за Байкаля, из-за Самурской области привозить его. Оно, конечно, потребовало отвлечения огромных средств из государственного бюджета. Порядка 2 миллиардов рублей в общей сложности нам это все обошлось, дополнительные расходы. Поэтому вот в этом году мы, кстати говоря, полностью план выполнили по заготовке сена. У нас лучшие результаты за последние годы. Давно план полностью не был исполнен. И по заготовке сена, там 460 тысяч тонн, и сенаж за 24 тысячи тонн, и силос подготовлен тоже на 100 с лишним процентов. Это все нам дает возможность очень уверенно входить уже в зимовку. Ну и, конечно же, в следующем году помощь мобильным бригадам, она тоже по линии правительства будет оказываться, по линии муниципальных районов, для того, чтобы максимальное количество мы здесь сена у себя на территории заготовили. Спасибо, Айсен Сергеевич. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Продолжение следует... 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 тем местом притяжения людей. Но при этом надо, опять же, честно признаться, что в развитии туризма мы только-только на самом начале пути. У нас, как индустрия, она еще не сформировалась. Есть ряд хороших компаний, хороших предпринимателей, которые занимаются этим. Есть энтузиасты этого дела. Есть еще, как вы сказали правильно, замечательные природные места. Тяжеленские столбы, полюс холода. Но единой концепции развития туризма, единого подхода к развитию ее как индустрии мы пока еще не сформировали. За последнее время Министерство предпринимательства и туризма сделал здесь достаточно серьезные подвижки. Определенные документы разработаны. Я вижу, как уже начинает получаться участие в конкурсах федеральных. И средства начали поступать по линии федерального бюджета на развитие туризма в Якутии, чего раньше не было. Но здесь я бы все-таки пока сильно не обольщался. Нам надо очень много сделать, в том числе и с точки зрения создания так называемой культуры гостеприимства. Чтобы мы этим туристам были здесь рады. Везде. Начиная от малых деревень, заканчивая городом якутском. Чтобы им здесь было удобно. Начиная от навигации городской, заканчивая нашими транспортными средствами передвижения. И вот здесь непочатый край работы. Вместе с тем, конечно же, туризм это вот такая золотая жила, которая могла бы, в том числе жителям наших сельских территорий, иметь достаточно серьезные устойчивые доходы. А это очень важно. Потому что мы должны максимально все-таки работать на то, чтобы у людей в республике увеличились доходы. И любые возможности для этого использовать. А туризм во всем мире как раз он интересен не только с точки зрения налогов, которые к нему поступают, а именно с точки зрения доходов малого, в первую очередь, бизнеса, в том числе сельского бизнеса, при увеличении туристического потока. Поэтому здесь и правительству республики, и муниципалитетам, и бизнесу в первую очередь, конечно, здесь надо кооперироваться и, так скажем так, более такой единой, скоординированной командой идти вперед. Как Вы сказали, основной их двигатель туризма – это действительно малый бизнес. Какими мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели? Вы знаете, сейчас мер поддержки бизнеса очень много. Самых разных. Начиная от грантов, заканчивая возможностями регистрации своих предприятий в ТОРах и получения практически безналогового режима. Заканчивая тем, что все-таки у нас в республике одни из самых низких ставок по налогам на малый бизнес. Это тоже факт. И вот у нас это постоянная война между муниципалитетами, которые желают по упрощенной системе налогообложения ставку поднять до максимального, и бизнесам, которые хочут ее на самый минимум отпустить. Она вот такая вечная идет. Но я, как арбитр, всегда выступаю. Я, конечно, за то, чтобы мы поддержали максимально малый бизнес. Ведь роль малого бизнеса сегодня не столько и не только в том, чтобы платить налоги, как многие думают. А сегодня вот в условиях реально непростых условиях, экономических условиях, когда против нашей страны объявлена экономическая, да и не только экономическая, натуральная война. В условиях, когда у нас западные санкции со всех сторон обкладывают наши крупнейшие компании, начиная от «Аталроса», заканчивая уже компаниями того же нефтяного сектора, то есть наших крупнейших налогоплательщиков. Конечно, роль малого бизнеса заключается в том, что они обеспечивают людей работой. Это рабочие места, это стабильные доходы людей, это возможность развития различных сервисов, улучшения жизни в селах, в городах. И с этой точки зрения, конечно, малый бизнес надо поддерживать, насколько это можно. Конечно, с одной стороны, там тоже обнулять налоги тоже нельзя, потому что именно на налоги от малого бизнеса во многом существуют как раз местные бюджеты. Но с другой стороны, еще раз говорю, просто их сегодня поддержать, а через некоторое время мы увеличим и налоговое поступление от них. Это так бывает. Потому что, несмотря на все сложности, ведь в нашей республике за эти пять лет количество людей, занятых в малом бизнесе, значительно выросло. Было порядка, если не ошибаюсь, 80 с лишним тысяч. Сейчас уже 120 тысяч человек, которые официально у нас зарегистрированы именно в малом бизнесе, или как самозанятые, или непосредственно уже как работающие в малом бизнесе. Спасибо, Василий Сергеевич. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, говорите. Алло. Да, мы Вас слышим. Да, да, да. Вы, Бан, Баркулэй Ханарабин? Здраво, Ларон. Здраво. Мы в Сотик-Келке в Санатасбулу-Зевакий-Яйтуре. Он кардиолог-брач. Барбов-Водо. Спасибо за вопрос. У нас по республике за последние годы, наконец-то, мы начали очень активно строить, знаете, не одиночные, а вот именно массово уже большие больничные комплексы в районных центрах. И в том числе в этом году мы вводим вот сейчас, в ближайшее время в эту Кёле уже поликлинику. Большую, современную, полностью оснащенную по всем требованиям, начиная от компьютерного томографа, заканчивая другим необходимым оборудованием. И, конечно же, там кардиолог будет. Вообще, с точки зрения, вот, скажем так, наличия медицинских кадров, по Татинской больнице я вот там был, до выборов встречался, и, как главный врач мне говорил, у них, этот, ну, наполненность Штатов порядка 80,5%, 8,5%. Так это хорошие цифры в целом для нашей республики, в том числе и для сельских наших больниц. Поэтому, конечно же, кардиолог там будет. Ну и самое главное, что вот для работы на вот таких высокотехнологичной оборудования, таком, как компьютерный томограф, уже переобученные люди, как мне докладывали, именно те работники больницы, они уже здесь, в Якутске, переобучились, прошли подготовку специальную, уже могут начать работать на этом оборудовании. Ну и очень надеюсь, что больница в ближайшее время все-таки уже будет введена в поликлинику, и люди уже смогут получать там соответствующее качественное медицинское обслуживание. Конечно же, это позволит улучшиться качество жизни людей. У нас как раз-таки есть сюжет о работе здравоохранения. Давайте его посмотрим. Как тебя чувствуете? Очень хорошо. Никаких жалов. Я чувствую себя чувствую. Миссидора Игнатьева из Алёквинского луса уже не первый раз приезжает в кардиосудистый центр. В прошлом году 81-летней пациентке здесь поставили кардиостимулятор, а сейчас она снова приехала уже на плановое обследование. Женщина успела в полной мере оценить все возможности и условия нового кардиоцентра для качественной диагностики и восстановления здоровья. Очень огромное здание, очень хороший медперсонал. Я очень довольна. Я уже второй год здесь, и себя я чувствую как дома. И оборудование вообще, я не знаю, это в кино да такое не увидишь. Открытие в апреле 2022 года кардиососудистого центра назвали новой вехой в истории здравоохранения республики. Это учреждение самое крупное и оснащенное на всем Дальнем Востоке. За полтора года врачи провели уже несколько тысяч операций на сердце и сосудах, в том числе и несколько сложнейших и уникальных операций. Воспользоваться услугами могут жители со всей республики. Это благодаря всему нашему главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву. За это мы от имени коллектива тоже выражаем огромную благодарность. Сейчас население получило прекрасную возможность без выезда в центральные медицинские организации получить качественную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь в стенах нашего центра. Доступность высокотехнологичной медпомощи для каждого якутянина – приоритет для властей республики. Акцент делается на развитие инфраструктуры. Серьезно обновляется и первичное звено здравоохранения. Так, в прошлом году был введен в эксплуатацию больничный комплекс в Вилюйске. В текущем году завершается прием сдачи центральных больниц в Татче, Чурапче и в Хону. Строится больничный комплекс в Усть-Майе, начнется строительство поликлиники в Амге, лечебных корпусов в Вилюйске, Намцах, Нюрбе и больничных комплексов в Майе и Сангаре. Особенный акцент делается на развитии медицины в удаленных районах, которые требуют нестандартного подхода к решению задачи. Так началась практическая реализация новой модели арктической медицины – мобильные доктора. Во всех 13 арктических районах республики уже тысячи человек взяты на диспансерный учет, многие направлены на углубленное обследование и лечение. Мы очень рады, что к нам приехали доктора из города. К нам обычно проблема попасть, даже вертолеты не летают, поэтому очень хорошо, что к нам приехали в такую даль и осматривают нас. Все жители с радостью пришли. Я вот только что вышла от хирурга. Мы очень благодарны за то, что врачи преодолели такое большое расстояние на самолете, потом на машине, чтобы добраться до нас. Благодаря строительству новых объектов постепенно решается и кадровый вопрос. Открываются новые вакансии, привлекаются новые высококлассные специалисты. И как итог, средняя продолжительность жизни в Якутии повысилась почти до 72,5 лет, что выше, чем в среднем по Дальнему Востоку. На этом работа не прекращается. Для достижения совершенно нового качества здравоохранения у правительства Якутии есть четкая дорожная карта. Мария Кардашевская, Якутск. Асен Сергеевич, построены современные медицинские центры, такие как кардиоцентр и перинатальный. Они уже дают свои положительные результаты. Вот как Вы оцените их работу и в целом доступность медицинских услуг? Конечно, появление таких крупных высокотехнологичных медицинских центров сразу дает хороший эффект. Появление в свое время перинатального центра, где у нас порядка 6 тысяч рождений в год детей, оно позволило нам централизовать и решать многие вопросы, которые ранее были такие достаточно проблемные. Мы видим, что качество помощи новорожденным тоже повысилось, именно с появлением этого перинатального центра. Что касается кардиоизмского центра, то здесь, конечно, бы я хотел особо отметить роль Юрия Петровича Трутнева, который тогда согласился с моими доводами в 2018 году и согласился, чтобы этот объект финансировался по единой президентской субсидии Дальневосточной. И объект был построен в кратчайшие сроки, абсолютно современный, оснащен лучшим оборудованием, которое есть не только в стране, но и в мире. И мы сейчас уже наблюдаем просто вот очень серьезное улучшение у нас статистики по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот по прошлому году на 10%, но это могли связывать, многие связывали с тем, что ковид закончился и так далее. Но и в этом году мы видим неуклонное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, тоже примерно где-то вот оценивается на 10%. И как раз этот фактор, именно смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, же у нас самое первое место занимает и в стране, и в республике. И, конечно, его снижение на 10%, оно помогает нам как раз выполнять задачи по повышению продолжительности жизни. Мы впервые сейчас вышли на среднероссийские показатели по продолжительности жизни. Вообще впервые в истории. И мы очень надеемся, что реализация других наших планов, в том числе ввод в этом году до конца года онкологического диспансера, тоже одного из крупнейших здесь в Сибири и на Дальнем Востоке, дальнейшее развитие первичной нашей медицины, строительства центральных районных больниц, строительства ФАПов, врачебных амбулаторий, оно в конечном итоге позволит нам реализовать ту задачу, о которой я уже неоднократно говорил, достичь через 5 лет продолжительности жизни средней 78 лет, ну а потом к 30-му году выходить уже на продолжительность жизни 80 и больше. Это такая очень тоже амбициозная задача, в особенности вот в такой инертной системе, координат как продолжительность жизни. Но считаю, что вот сегодня у нас есть все основания говорить о том, что мы можем этого добиться. Спасибо. Айсен Сергеевич нам сообщает, что на линии есть несколько телефонных звонков, предлагаю их принять. Добрый вечер, вы на связи. Алло. Алло, мы вас слышим. Алло. Алло. Говорите, мы вас слышим. Алло. Да, да, мы вас слышим. Да, всем добрый вечер. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Меня зовут Анастасия. Я из поселка Жатай fake и хочу вам задать Такой вопрос. Алло. Алло. Анастасия, мы вас слышим. Задавайте свой вопрос, мы вас очень хорошо и внимательно слушаем. И у меня такой вопрос. У нас же та и строится точка будущего. И хотелось бы узнать, может ли мой ребенок обучаться мне и как туда попасть? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, конечно же, вот тот проект, который сегодня реализуется на средства благотворительного фонда, учрежденного Альбертом Авдаляном и Александром Мисаевым, он уникален. Будет построена не только школа, будет построен и детский сад, будут построены многоквартирные дома для преподавателей, для приемных семей, большой спортивный комплекс, многоуровневая парковка для преподавателей, для тех, кто будет приезжать так с детьми. Всего площадь помещений свыше 60 тысяч квадратных метров. Проект такой уже реализован был в Иркутске. Я там был, весь этот проект видел, но у нас он будет реализован еще лучше, потому что вот те, скажем так, вопросы, которые возникли при эксплуатации объекта уже в Иркутске, они как раз сейчас решаются, решены уже в новом проекте. Он еще лучше, его сейчас строит одна из крупнейших турецких компаний. Проект очень сложный и, конечно, дорогой. И полностью он финансируется за счет средств благотворительного фонда. Уверен, что вот в установленные сроки он будет построен. Мы пока планируем, что 1 сентября 26 года школа примет первых учеников. При этом принцип школы, что там никакой платности нет. Опять же, это будет полностью бесплатная школа. Конечно, будут туда набираться в том числе дети из Жатая, близлежащих микрорайонов города Иркутска, на причастность Сатала. Будет приниматься также определенная квота для приемных семей. Это вот требования непосредственно самих учредителей благотворительного фонда. Ну и, конечно, сама система образования там абсолютно уникальна. Я видел, как готовят и учителей, как готовят в целом весь состав, который работает в этом образовательном комплексе. Уверен, что вот когда он откроется, это будет одно из лучших образовательных учреждений нашей республики, которым мы все будем гордиться. И еще раз хочу подчеркнуть, что этот проект абсолютно частный. Это вот как раз, на мой взгляд, лучший пример социальной ответственности крупного бизнеса. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Алло. Алло, вы нас слышите? Задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Махтал. Махтал. Махтал был он. Я рассказывала, что он был в Кыргодан. Я рассказывала, что Кыргодан, он был в Кыргодан, и Хаенре, и я тут говорю. Вопрос телезрительницы касается сохранения родных языков. Конечно же, для нашей большой республики, многонациональной республики, это очень важный вопрос. И хочу здесь сказать, что здесь наша позиция, она неизменна. Мы будем делать все, чтобы любой ребенок имел возможность получения образования на государственных языках республики или на одном из региональных наших языков. Для этого мы будем принимать меры, в том числе и по повышению количества классов именно здесь, в крупных городах, например, в частности в городе Якутске, где эта проблема наиболее остро стоит, в детских садах с обучением на якутском языке. И, конечно же, мы вот сейчас видим, уже есть запрос на обучение, в том числе на языках коренных малочисленных народов. Здесь у нас хорошие примеры уже есть, но считаю, что здесь опять же при наличии пожеланий со стороны родителей и детей мы должны все-таки эту работу тоже усиливать. При этом особо отмечу, что при этом базово мы, конечно, по русскому языку, как основному языку межнационального общения, как государственному языку нашей страны должны тоже уделять большое внимание. У нас здесь есть вопросы по качеству образования по ряду районов. Здесь я считаю, что ситуацию надо тоже исправлять. Но и в целом я считаю, что мы, если говорим о сохранении родных языков, конечно же, мы никаким образом не должны ограждаться от цифрового мира. Я считаю, что будущее наших языков сегодня решается там. Если мы сможем создать максимально большое количество контента на родных языках, начиная от фильмов, заканчивая различными программами интересными для молодежи, для детей, те же мультфильмы, например, те же различные программы интересные молодежные, то как раз продвигая их активно, в том числе через различные средства коммуникации, мы все-таки добьемся того, что язык будет жить, язык будет популяризироваться, язык будет постоянно находиться в зоне такого, скажем так, употребления. И, безусловно, это будет помогать нашим языкам. Если же мы будем каким-то образом пытаться искусственно оградить, то ничего хорошего это не приведет. Это пример уже многих языков, многих историй уже показал. Здесь ограждая, мы ничего не добьемся. Здесь мы, наоборот, должны как раз использовать самые современные подходы к обучению, к общению, в том числе, в первую очередь, цифровые, мы должны максимально по языкам работать. И с этой точки зрения, кстати говоря, как раз задача нашей национальной вещательной компании САХА как раз в том числе и состоит, популяризация родных языков в нашей республике. Да, чем мы и занимаемся. В этом году мы переведем еще 450 мультфильмов на якутский язык. Поэтому я думаю, что очень надеюсь, что и наш якутский язык будет жить. Айсен Сергеевич, Якутия на первом месте и по количеству построенных школ по Дальнему Востоку. За пять лет введено 47 новых школ. Давайте посмотрим сюжет. Новый учебный год в новой школе. Эта практика уже стала для Якутии традицией. Ежегодно в республике открывается по несколько построенных или реконструированных школ. В этом году самыми большими стали школа номер 39 Прометэ в Якутии и Бердегистярская школа с углубленным изучением отдельных предметов, начавшие свою историю 1 сентября в День знаний. Они высокотехнологичны, с обустроенными лабораториями и мастерскими, то есть со всем необходимым для разностороннего развития личности. У меня кабинет, который оснащен по самым современным требованиям, и у меня есть возможность формировать все умения и навыки для моих учеников. В кабинетах биологии очень много макетов. Макет животных, макеты, допустим, этих органов человека, сердца, легких почек. Мне очень нравится класс журналистики. Там очень много нового оборудования. Все очень новое, красивое. В будущем, я считаю, это мне поможет более углубленно познакомиться с профессией. За пять лет в Якутии открылось почти 50 новых школ. В этом республика стала бесспорным лидером на Дальнем Востоке. Таково требование времени. Растет рождаемость, а вместе с ним число учеников за партами. Условия есть. Следующим шагом стала поддержка учителей, залога качественного образования. В год педагога и наставника по поручению главы Якутии молодым специалистам повысили надбавку к окладу до 75%. Также 36 лучших работников сферы ждет премия в 100 тысяч рублей. Меня очень радует то, что вот с первых год моей работы молодых педагогов поддерживают подъемными надбавками, ежемесячной зарплате по 5%. И это нас очень мотивирует, стимулирует к работе. Показателем эффективности такой стратегии рост количества стабальников по республике с 22 до 30 за год. Чтобы еще больше замотивировать детей и педагогов на максимальный результат, с 2022 года за него предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. Подготовившие стабальников учителя получат вознаграждение в том же размере. Асен Сергеевич, какие задачи Вы ставите по повышению качества образования? Я здесь хочу сказать следующее. Мы многие уже годы очень серьезно вкладываемся в материально-техническую базу нашей системы образования. И вот сейчас прозвучало, за 5 лет 47 школ построено. В этом году мы введем по разным оценкам 14-16 школ в течение 2023 года. То есть цифры беспрецедентные. Они одни из самых высоких в целом по стране. Ну и, конечно, самые высокие на Дальнем Востоке. Вместе с тем, к сожалению, не всегда качество образования идет сразу за улучшением материально-технического состояния. К сожалению, мы видим обратные примеры. Что мы школы обновляем, новые современные прекрасные школы строятся, а качество образования не улучшается, а порой даже ухудшается. И это меня очень тревожит, потому что мы должны четко понимать, что будущее развития нашей республики напрямую зависит от развития образования. Если мы будем систему образования, качество образования держать на самом высоком уровне, то у нас с развитием все получится. Как только у нас качество образования начнет падать, ухудшаться, мы никакого развития серьезного не сможем получить. И, конечно, здесь задачи перед министерством образования стоят очень серьезно. Мы должны поменять подходы, в том числе и в целом вот эта вся система, затачивать ее как раз на успех каждого ребенка. Не просто там оценки какие-то ставить, не просто уроки проводить, а все-таки смотреть за качеством. Даже вот элементарная оценка по ЕГЭ, хотя ЕГЭ далеко не, знаете, паранцея и говорит, что она вот только выразитель качества образования, и то нельзя, да. Но даже если по ЕГЭ посмотреть, то вот по городу Якутскому я недавно на встрече с преподавателями, с руководителем системы образования города Якутска говорил, у нас ухудшается. За последние несколько лет система, качество системы образования по городу Якутскому ухудшается. При том, что вот 16 школ построены. Причем современных, красивейших школ построены. Вот. И здесь говорить о том, что это только из-за того, что вот школы там перегружены и так далее, далеко не... Так нельзя говорить. Мы здесь что-то теряем именно в самом подходе системы преподавания. Этим надо очень плотно заниматься, над этим надо работать, надо смелее привлекать новые подходы, лучшие российские практики надо внедрять активнее. Вот. Не бояться экспериментов в этой части, именно в самом образовании, вот, преподавании. Для того, чтобы, главное, еще раз говорю, качество образования у нас стало лучше. У нас есть замечательные школы с замечательными показателями. Так, даже не дальневосточного, а вообще российского уровня. Вот. Почему мы с них пример не берем? Почему их шире, вот, не распространяем опыта этих преподавателей, этих учителей? Считаю, что здесь, конечно, всей системе, вот, всей системе образования, не только там Министерство образования или Улусное управление образования, но всей системе надо очень серьезно над этим думать, надо работать и надо находить новые пути, чтобы качество образования у нас реально выросло, и оно должно измеряться именно успехом выпускников. Вот. Кем стали выпускники той или иной школы? Чего они добились? Какие у них успехи? Куда они поступили? Что они закончили? Где они сегодня работают? Вот. Мы, к сожалению, вот, еще раз говорю, пока вот здесь, ну, серьезно отстаем. И надо нам здесь все-таки дополнительную скорость придать для того, чтобы реально, вот, задача о вхождении в лучшие регионы по качеству образования мы исполнили. Спасибо, Айсен Сергеевич. Предлагаю принять еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здорово. Алло. Алло. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Алексеева Татьяна Владимировна. Звоню вам с Ленского района. Сейчас для страны очень непростое время. Идет борьба за умы детей, за умы молодежи. Скажите, пожалуйста, как в это непростое время воспитать настоящих патриотов? Спасибо. Спасибо за вопрос, Татьяна Владимировна. Мы, к сожалению, за многие десятилетия, конечно, вот в вопросах патриотизма очень много потеряли. Вот. И об этом сейчас открыто говорят и на уровне руководства страны, и мы здесь в республике говорим. Ведь до недавнего времени уже любое упоминание даже о том, что вот мы патриоты, да, я патриот, оно всегда вызывало какое-то отторжение, критику. Да, я вот все время про это вспоминаю. Мой указ 19-го года об исполнении гимна России и республики в школах вызвал просто шквал, шквал различной критики, оголтилой. Причем, как сейчас выясняется, в основном эта критика, она как раз была инспирирована с украинской территорией. Но сейчас же это вот уже все, сейчас уже президент подтвердил, что мы были правы, что и сейчас гимн исполняется во всех школах Российской Федерации. Мы здесь не должны бояться быть патриотами. Понимаете, время сейчас такое, что наша страна очень многим западным странам не нравится, потому что мы есть. Не потому что мы там какие-то другие, мы просто есть, вот для них это уже раздражает. Вот нас не будет, они могут успокоиться, но мы же себе плохого не должны желать. И именно только воспитание подрастающее поколение в духе патриотизма, приверженности вот традиционным нашим российским ценностям способно эту задачу решить. Потому что они нашу страну могут разрушить только изнутри. Извини, опыт, история показали, что это ни у кого никогда не получилось. Вот, и вот сейчас идет на самом деле очень серьезная идеологическая борьба. Мы же это тоже наблюдаем и через интернет, через все эти мессенджеры и так далее. Вот, какое давление идет, какие фейки вбрасываются, как пытаются расшатать там ситуацию где-то по одному направлению, где-то по другому направлению. К сожалению, у нас у самих, знаете, так, не очень умных людей хватает, которые поддаются на все эти уловки там и начинается это дальнейшее раскачивание ситуации. Вот, и здесь вот еще раз я уверен в том, что мы должны очень четко патриотическое воспитание очень четко внедрять. Не надо этого бояться. Мы наоборот должны этим заниматься постоянно. От того, что мы в школах вот проходили там, знаете, вот ту же начальную военную подготовку проходили, так, ну, для нас ни для кого хуже не стало. Вот, от того, что у нас там вот уроки мужества были. Тоже замечательная такая тема, так. И сейчас у нас есть уже примеры, когда мы можем с ветеранами встречаться. Только не с ветеранами великой честной, как наше поколение, например, а уже с ветеранами специальной военной операции. С теми нашими вот ребятами, которые реально вот на себе ощутили вот этот весь оскал западных, в кавычках, демократий. Вот. И, конечно же, здесь я считаю, что очень важно мнение не только местного самоуправления, не только там управления образованием, но и самого общества. И вот максимальное вовлечение общества в вопросы патриотизма, обсуждение этих вопросов, нахождение лучших примеров, лучших практик, да, оно способно вот как раз в этой части нас на другой уровень поднять. В республике Саха-Якутия мы вопросы патриотизма всегда на определенной высоте держали. Но сейчас пришло время их поднимать уже на другой уровень, совсем на другой уровень. И поэтому вот для меня, например, я об этом не стесняюсь говорить, те наши сограждане, которые прошли через специальную военную операцию, те, кто помогают нашим воинам, которые находятся там, те, кто едет туда волонтерами, помогают там врачи наши, например, да, или офтальмологи, или вот та большая медицинская бригада, которая во главе со Светланой Давыдовой несколько раз сюда выезжала. Вот это для меня пример настоящих граждан. И, конечно же, вот когда мы сейчас и в правительстве будем менять определенные кадры, я в том числе буду ставку делать на тех наших молодых ребят, которые за эти годы многие месяцы проработали там на новых территориях, восстанавливая тот же город Кировской. Это кажется, что это все просто, да, а когда ты сидишь, а вот с тобой там снаряды пролетают где-то высоко, вот так эти ракеты, так, или взрывы разносятся где-то вот в достаточно близкой слышимости, это такое испытание для психики-то серьезное, да. И вот то, что эти ребята за эти месяцы не просто там работали, но и реально сделали вот город Кировская сегодня визитной карточкой уже восстановления всех других городов. И туда привозят людей просто показывать, вот что российские регионы сейчас делают у нас на территории Донецкой Народной Республики. Это о многом говорит, в том числе о патриотизме нашего с вами молодого поколения. Василий Сергеевич, промышленность республики продолжает бить рекорды в добыче угля, золота и газа. У нас есть сюжет о развитии промышленности энергетики. Давайте его посмотрим. Эту стройку сравнивают с БАМом не только по амбициозности, но и темпом. Финансируется проект полностью за счет частных средств. Тихоокеанская железная дорога за два года приросла уже на 200 километров и к 2026 году будет сдана в эксплуатацию. А это 531 километр. По инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога. Возводится новый порт на побережье Охотского моря. Это позволит задействовать ресурсы Якутии и Северо-Хабаровского края. Обеспечить прямой выход на рынки АТР. Попытки освоить крупнейшее месторождение каменного угля на Эльге не прекращаются второе десятилетие. Его главная проблема – труднодоступность. Нужны колоссальные инвестиции в развитие инфраструктуры. Помните, в 2019 году я просил вас поддержать нас по смене собственников. Нас тогда дали поручение, и правительство страны поддержало. Пришли новые собственники, компания Апропити, Ардалян. И реально сегодня, мы в 2017 году добывали 16 миллионов тонн угля. Сейчас, по прошлому году, мы добывали 39 миллионов тонн. В первую очередь Эльгинское месторождение – один из масштабных инвестиционных проектов, которые получили жизнь в последние несколько лет. В 80-е годы арктический Устьянский район был известен на весь Советский Союз. Богатейшие залежи депутатского олова позволяли мечтать о светлом будущем. Вот темный – это кастерит, светлые кристаллики кварца. Я думаю, что здесь по олову, по чистому, где-то процентов 50-60 олова. Высокий процент содержания металла не смог перекрыть затраты на производство электроэнергии. По этой причине остался на бумаге проект разработки крупного месторождения золота «Кючуз». Теперь у него появился новый шанс благодаря атомной энергии. В поселке Усть-Куйга приступили к возведению атомной электростанции малой мощности. Это история и это подвиг. А это уже запад Якутии. Здесь, в 15 километрах от города Ленска, крупный инвестор «Интеррао» приступил к возведению новоленской ТЭС. Этому событию была посвящена торжественная церемония. Станция позволит начать разрабатывать в этом регионе новые месторождения. Кроме того, возьмет на себя нагрузку БАМа и Транссиба. Настоящий симбиоз энергетической и транспортной инфраструктур, которые в Якутии получают новую жизнь. Айсен Сергеевич, Вы на 2023 год объявили Годом труда. Его главная задача – это поднять престиж человека труда. Какие из запланированных мероприятий уже прошли и что планируется в дальнейшем? Ну, Вы знаете, здесь нельзя просто говорить о каких-то мероприятиях. Год труда мною объявлен в Якутии для того, чтобы престиж людей труда мы подняли на новый уровень, чтобы мы задумались о смысле труда, чтобы труд как базовая такая функция человека, она все-таки у нас приобрела более уважительное отношение. И с этой точки зрения я считаю, что много сделано. Я встречаюсь во многих районах с людьми, и многие люди благодарят. Причем благодарят, в первую очередь, простые люди, что вот мы наконец-то почувствовали изменения к нашему труду. Мы сами себя начали тоже уважать, потому что Вы, как глава, говорите о том, что труд – это самое главное, что есть у человека, независимо от того, каким трудом он занимается. 50 лучших из лучших были выбраны, там свыше 300 человек было подано различными предприятиями, профсоюзами, районами на этот конкурс. И мы им как раз в канун 1 мая вручили эти награды, в том числе денежные гранты. Люди были очень счастливы. Ко мне многие подходили и говорили, что впервые в жизни вот такую сумму они получили. Там были на самом деле простые рабочие люди, технические работники, эскаваторщики, сельхоз рабочие, лесники. И было очень приятно видеть, что в глазах этих людей гордость. Гордость за то, что их многолетний, многие десятилетия труд оценен на уровне государства. И сейчас у нас проведена также серьезная такая акция по республике, по участвованию трудовых династий. Тоже мы этим должны гордиться. Я вот недавно тоже смотрел, у нас есть педагогические династии, у которых свыше 800 лет стажа членов этой династии. Это же на самом деле золотой фонд трудовой нашей республики. И вот я думаю, что если мы воспитаем и в нас самих, и в наших детях уважительное чувство к труду, именно к труду человеческому, то это, конечно, будет очень большим подспорьем для будущего и настоящего нашей республики. Поэтому год труда точно не зря мы объявили. Я вижу уже хорошие его такие достижения. И очень надеюсь, что мы вот то, что лучшее в этом году достигли, мы будем и дальше продолжать. Спасибо. Давайте возьмем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, Сэн Сергеевич. Нюрингвинский район, город Нюрингри. Меня зовут Евгения. Я к вам с таким вопросом. В прошлом году строители ввели в строй взлетно-посадочную полосу в нашем аэропорту. Я знаю, что реконструкция вся полностью велась под вашим контролем. Сейчас на очереди здание аэровокзала, которого мы все ждем всем, наверное, районам. Но хочу заметить, что строительство затянулось. Скажите, пожалуйста, когда его введут? Спасибо. Спасибо. Очень надеюсь, что до конца этого года все работы будут завершены. И аэровокзальный комплекс Нюрингри заработает в полной мере. Я вот на день шахтера был. Мы специально заезжали в аэропорт, смотрели. В принципе, большой объем работы уже сделан. Высочайшая степень готовности. К сожалению, там были вопросы с финансированием из федерального бюджета. Сейчас они в основном все уже решены. Очень надеюсь, что мы уже до конца этого года полностью вновь построенный аэровокзальный комплекс введем. И он уже не просто введется в строй, а уже начнет полностью работать. И, конечно же, работа по аэровозальным комплексам, по аэропортам, она у меня, правильно говорите, на постоянном контроле. У нас вот сейчас по Якутску тоже большой объем работ завершен. Так, и сейчас как раз идет облет специальной техникой для того, чтобы проверить возможность уже запуска полосы в полную мощность. Тоже надеюсь, что в ближайшее время это все уже заработает. Ну и по другим аэропортам работы идут где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но в целом хочу подчеркнуть, что за последние годы, конечно же, мы колоссальных достигли результатов. Никогда в республике одновременно столько аэропортов не реконструировалось и не строилось, как вот именно сейчас происходит в эти годы. И, конечно, это очень важно, в том числе для качества жизни людей, для того, чтобы было удобнее нам в республике нашей по авиационной технике перемещаться. Спасибо, Айсен Сергеевич. На WhatsApp у нас очень много сообщений, тут очень много восклицательных знаков, обязательно к прочтению. С удовольствием прочитаю, пишет Елизавета Сленского района. Жена участника ЗВО, вы были у нас в командировке, тогда мы попросили помощи, чтобы провести газ до кухни. Большое спасибо, все сделали. Спасибо, спасибо, очень хорошо. Я помню это поручение, рад, что его в сроке вспомнили. Айсен Сергеевич, новость, которую с воодушевлением встретили представители культуры, все якутяне, это решение президента страны о строительстве здания для высшей школы музыки. Предлагаем выйти на прямую связь с коллективом школы, говорят, что у них есть для нас сюрприз. Подводка идет, всего пару секунд, и мы в кадре. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, добрый вечер, дорогие телезрители, коллеги. Сейчас с нами здесь находятся преподаватели и учащиеся высшей школы музыки, и сегодня они хотят поздравить всех якутян, также вас, Айсен Сергеевич, с Днем Государственности. И специально для этого повода они подготовили музыкальный номер. Ребята, ваш выход. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Я благодарю вас за такой потрясающий номер. Думаю, все зрители и слушатели со мной согласятся. Но я хотела бы отметить, что буквально на таком же подобном выступлении более 20 лет назад присутствовал сам Владимир Владимирович Путин. Давайте я предлагаю вам послушать о том, как он об этом вспоминал. Действительно помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Своими воспоминаниями об этом дне также хочет поделиться участник, который присутствовал на том самом концерте. Он сам участвовал на том самом концерте и сейчас хочет рассказать о своих воспоминаниях. Получается, ровно 24 года назад он был учеником высшей школы музыки, а сейчас ныне уже председатель союза композиторов и преподаватель высшей школы музыки Николай Михеев. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляю вас с назначением на пост главы Якутии. И хочу поделиться воспоминаниями о том дне. Конечно, это очень знаковое явление. Мы очень, как сказать, являемся друзьями, наверное, Владимира Владимировича Путина, потому что получили поддержку. И ждем строительства новой школы, которая будет уже в 26-м году. И хочу зачитать пожелания Владимира Владимировича Путина. Здесь написано «На добрую память и с благодарностью за наших детей. Удачи! Советник безопасности России Владимир Владимирович Путин». Спасибо вам большое. Ну что ж, я думаю, что сейчас настало время дать слово нашим учащимся. Они также хотят поделиться своими эмоциями и задать вопросы Айсену Сергеевичу. Ставься, пожалуйста. Продолжение следует... В новых учебных кабинетах. Спасибо. Я, конечно же, очень рад, что сейчас мы послушали наших музыкантов, наших замечательных дарований, молодые, юные. И хочу еще раз всем подтвердить, что президент очень высоко оценивает работу высшей школы музыки нашей республики. Очень тепло вспоминает. При нашей крайней встрече с ним он очень долго, просто вот с теплотой души практически каждый момент того дня мне рассказал. Искренне хочет помочь нам и дал очень серьезные поручения для того, чтобы в следующем году мы строительство нового комплекса высшей школы музыки начали. И уверен, что мы его построим в установленные сроки. В 26-м году его введем. Конечно же, это будет замечательное такое здание, которое включает в себя и место, где дети будут жить, и обучение. Все будет сделано по самым современным таким технологиям, подходам. Проектно-сметодокументация уже у нас разработана, все экспертизы пройдены. Ну и, конечно же, оборудование, оно тоже будет на самом хорошем уровне. Я вот когда к встрече с президентом готовился, все изучил, у нас одних роялей, вот роялей там будет 17 штук предусмотрено сегодня. Одних роялей. Пианино 22. Ну и других музыкальных инструментов тоже будет в достаточном количестве. Так что не беспокойтесь. Главное, ваша задача хорошо учиться, выучиться, стать замечательными музыкантами. Ну и, конечно, мы именно для вас, для наших выпускников высшей школы музыки строим, вот, в частности, и вот Арктийский центр искусства и эпосов, в котором как раз будет один из самых лучших концертных залов всей Сибири и Дальнего Востока. Так что успехов вам и спасибо большое. 17 роялей, 22 пианино, это действительно очень позитивная и хорошая новость. Спасибо большое. Такой радостный шумок пошел в рядах, волна радости. Ну что ж, спасибо вам большое за такой развернутый ответ, но на этом я с вами прощаюсь, но мы с педагогическим составом продолжим следить за трансляцией. Коллеги, вам слово. Спасибо, Марфелина, спасибо коллектива высшей школы музыки и учащимся. Айсен Сергеевич, впереди еще пять лет непростой работы главой республики Саха-Якутия. Мы знаем ваш график работы, колоссальный объем. Откуда черпаете силу? Вы знаете, такой философский вопрос. Конечно же, я черпаю свои силы в доверии народа. Потому что, когда тебе народ доверяет, и доверяет вот так, как это было сделано сейчас на этих выборах, то, вы знаете, тут никакого права работать плохо у меня нет. Вот я всегда привык свое дело делать ответственно. Ну а еще, когда вот такое колоссальное доверие людей, причем настоящее, ненадуманное, искреннее доверие людей, то тут уж, как говорится, надо сделать все и даже еще больше, чтобы это доверие оправдать. Вот поэтому я, в первую очередь, черпаю силы оттуда. Конечно, мне придает силы и доверие нашего президента, помощь его стороны, безусловно, без него. Вот те вопросы, которые мы решили уже, и сейчас решаем, они были бы невозможны. Это тоже правда. Президент очень любит Якутию, очень поддерживает нас. И уверен, будет и дальше делать все, чтобы Якутия, как самый крупный субъект России, развивался еще более стремительнее, еще более динамичнее. Конечно же, я черпаю силы и в своей семье, которая, конечно же, наверное, страдает от того, что я не могу им уделить много времени, но любит меня, поддерживает меня. Это тоже придает, знаете, силы для того, чтобы даже когда трудно, вставать и идти дальше. Александр Сергеевич, спасибо вам за ответы. Мы отработали в эфире три часа. Я предлагаю передать слово нашей коллеге в колл-центр и подвести итоги прямой линии. Да, вы правы. Мы в прямом эфире почти три часа. И на данный момент поступило более 1250 вопросов через Telegram, вот сайт столетия, колл-центр и наш студийный WhatsApp номер. Все вопросы будут переданы вам и ответственным министерствам. А телезрителям спасибо за активное участие. Ну и по традиции, Александр Сергеевич, предлагаем в конце эфира ответить на близ вопросы. Александр Сергеевич, у вас очень много работы, вы очень заметны в интернете. Стоит ли тратить на это время? Это очень важно, это требование времени. И я считаю, что всегда надо быть на связи с людьми, общаться, узнавать, давать им свою информацию, свой вид, свое видение тех или иных вопросов. Поэтому я считаю, что мы этим всегда занимались и будем заниматься. Интересно, сколько раз вы летаете в год? Слушай, я очень много летаю, честно, да, где-то вот до 100, до 100, до 100, до 100 за год, потом бросил это занятие. Я летаю точно больше, чем летчики. У меня вот профессиональные летчики, а многие летчики со мной постоянно летают, они мне говорят, Ася Сергеевич, ты летаешь больше, чем мы. Это точно. Это, ну, конечно, не очень хорошо для здоровья, но, понимаем, у тебя работа такая. Ася Сергеевич, вы недавно целый рабочий день провели с мальчиком из Чуропчи. Чувствуете разницу в возрасте? Вы знаете, я бы не сказал, что чувствую. Вот очень хорошо мы, кстати, день провели, замечательный парень с Хадара. И даже не разница в возрасте, они другие. Они уже по-другому смотрят на мир, по-другому воспринимают некоторые вещи. Но самое главное, они любят свою родину, Якутию, так же, как и мы. И это вот самое главное, что нас обиднее. Ленский мост, наконец, становится реальностью. Вы говорили, что это ваша мечта. Вот построим мост. О чем будете мечтать? Когда построим Ленский мост... Вы знаете, Якутия настолько большая, что вот здесь... Есть о чем мечтать. Есть о чем мечтать. Поэтому, поверьте мне, Ленский мост построим, найду о чем мечтать. Айсен Сергеевич, вы говорили, что после 2018 года у вас стало гораздо меньше личного времени. Сейчас после этих выборов больше его, конечно же, не станет. Как ваша семья отнеслась к вашей очередной победе? Ну вот я уже примерно сказал, да. Там сильной такой радости прыжков не было, так, от радости. Вместе с тем, вы знаете, вот у меня... Я вырос в семье, вот меня так учили. И жена у меня точно такая же. И детей мы так воспитываем. Вы знаете, мы не любим ненаделанных дел. Если ты взялся за дело, надо его докончить. Поэтому вот именно так я отнесу, что папа доканчивает те дела, которые начал, и начинает новые дела, которые нужны людям, нужны республике. Ну что ж, Асен Сергеевич, мы благодарим вас и всех жителей республики за участие в программе, за открытый и очень интересный разговор. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. До свидания. До встречи.